сегодня мы поговорим о том какие возможности это был раз в сто лет именно в инвестиционном бизнесе и вы как скажем сегодня простой обыватель может быть простой инвестор может быть вы сегодня работаете не знаю по найму может быть у вас не даже перспективы на будущее либо вы студент возможности к нишу займете сегодня мы об этом поговорим потому что мы рассмотрим своем положении представителя skyway инвестор кооперативные участки по евразии это в том числе потому что основу этого развития представительства свек потом те кто с нами был действительно работать те люди которые понимают нашу идеологию эти люди будут одновременно возглавлять кооперативные участки от по евразии итак дорогие друзья сегодня мы с вами кто с вами будут работать кто может быть впервые на в этом вебинаре я хавратов андрей генеральный директор группы компании skyway инвес групп являюсь автором создательного образовательного проекта академии частного инвестора я являюсь профессиональным инвестором финансовым консультантом магистр по профессии менеджер сетевого бизнеса и мастер провязации мечты я с 93 года работаю предпринимательском бизнесе с 98 года 12 лет я занимался продажами бизнесе достиг максимальных высот был президент возле президентский совет компании которые работал с 2010 я являюсь автором создателем 11 вернее академии частного инвестора я положу там есть свой опыт и делюсь опытом через академию об инвестиционной финансовой грамотности и что-то по инвестиции инвестирования потому что очень многие люди сегодня вообще не понимать что это такое поэтому их и отдурачивают любой стране даже самых цивилизованных развитых и 2014 познакомился с проектом skyway я сказал как это как раз то дело которое хочу заниматься всю свою жизнь и передать это дело по наследству и детям и другом и так дорогие друзья второй человек с вами будет сегодня работать мой товарищ друг мы с ним работаем работали в разных проектах и образовательных и в проектах бизнеса многоуровневых продаж и инвестиционных бизнесах проектах инвестиционного бизнеса я рад что буквально несколько месяцев назад он увидел что то что мы с ним говорили 2007 году и 2011 когда не пришел работать он уже был мастером интернет-бизнесе и говорили какие есть возможности как бы это хотелось нам превратить жизнь и знаете здорово что виктор супруга селена может они работают вдвоем увидели возможности и сегодня он возглавляет направлений как по стратегическому развитию компании отходит для дела образования просвещения мотивации виктор является международный бизнес тренер коуч премиум класса по глобальному развитию личности и бизнеса он также советник по выходу из кризис актуации консультата финансовой стратегии долговым обязательствам основатель и руководитель школы осознания жизни вдохновляющий аратов и основатель школы коучинга с открытым сердцем наставник и тренер для коуч и трениров поэтому дорогие друзья нам очень повезло что у нас такие люди это всего лишь мы вдвоем но у нас еще есть огромное количество людей которые достаточно хорошими такими регалиями скажем достижение жизни сегодня мы с вами изучим первое дополнение маркетинг плане который входит с 1 февраля возможности предпринимательства в расширении бизнеса skyway инвест групп для представителей возможности бизнеса на 1 миллион долларов для представителей новое положение для представителей которые дадут партнерам и представителям стремительный рост с объемом миллионы миллионы долларов сегодня миллионы юнитов если дата в доллар откинется скажем тогда вовсе предпосылки без к этому предсмертных такие конвульсии сейчас он делает вроде бы он живой на самом деле если не страшно специально пришли на внутреннюю такую учетную единицу юнит это учетная единица чтобы понимать оценку технологий потому что все золото на протяжении 5000 лет было манифляции в ближайшие 100 а то и 200 лет именно манифляции будут технологии skyway и все кто все кто является владельцами skyway технологии эти люди будут иметь только самые лучшие возможности и выгоды ближайшие 100 150 лет и новые положения для представителей которые дадут партнерам представителям стремительный рост объемом миллионы инвестиционная привлекательность при расширении skyway вес групп через ставительские возможности поэтому дорогие друзья я начинаю первая тема это план премиальных начислений задавали вопрос что такое подтвердить свою квалификацию значит до октября 2015 года у нас было не статус агента консультант инвест менеджера с октября месяца у нас это партнер то есть мы не берем инвестора мы говорим о бизнесе skyway о том как вы можете создать свой собственный бизнес в рамках skyway безгрупп скажем работая и предлагая и я рекламирую продавая возможность людям стать финансово грамотными дать возможность людям найти себя стремительно входящую сейчас технологию которая действительно является основой шестого человеческого уклада и основа основой новой экономической эволюции вот 8 статусов партнер агент консультант менеджер лидер менеджер топ-менеджер советник президента резидент значит партнером может стать любой у нас человек который принят условия партнерская партнерской программы и сейчас ближайшее время феврале уже будет договор вы сможете подписать договор поставлю галочку что вы соглашаетесь всегда сможете распечатать договор потому что вы имеете право за активность работу и рекламу нас получать партнерское вознаграждение за то что в нас рекламируете и скажем так став партнером вы можете даже без копейки денег обучившись уже на наших открытых встречах которые мы проводим для партнеров два раза в месяц в четверг и один раз в месяц в субботу и начал есть инструкции четки как можно работать лендинги так называемых страниц захвата то есть рекламные материалы и вы уже можете зарабатывать то есть человек приобрел к примеру на тысячу долларов это сегодня мы примерно там 200 тысяч акций 200 или 250 каких-то случаях 300000 так можно примеру там 100000 акций да и какие-то деньги то есть а денег вы получаете 15 процентов маркетинг планов посмотрите сейчас да то есть примерно 1000 купил 15 процентов 150 долларов юнитов вы заработали валент один к одному нужны рублями значит рублями там гривен и гривен и евро ну какой валюте вы находитесь какой стране той валюте вы можете получить и вот с 15 января мы ввели такую интересную вещь как она у нас была до июня месяца сегодня мы опять с компанией согласовали и снадского января мы мог смогли восстановить это функция это очень хорошая функция она очень давала большой стимул когда вы опять же без вложения нас огромное количество людей которые пришли без вложения денег они имеют огромное количество акций миллионы акций сегодня в своем портфеле и за счет чего потому что они очень активно рекламировать своим знакомым родственникам знаком так далее так далее да получали денежку на бонус и плюс еще получаете столько же там 15 процентов акций примерно купим миллион акций получать 15 процентов до 150 тысяч акций получать свой портфель где друзья немного не мало через полтора года при сертификации при выдержке того что мы должны сделать это будет 150 тысяч долл сегодня это просто акции так называемые обязательства на то что это будет но как только мы выдержим полностью наш план дорогие друзья номинальная цена акции 1 доллар если же когда после сертификации у нас будут подписаны контракты в общей сложности на 100 тысяч километров дорог цена на акцию дорогие друзья минимум колебаться 10 до 30 было теперь идем дальше агента и сколько может заработать партнер но от 30 до 200 опять же это минимальная цитрити до максимально 200 но может быть если партнеры является только по продажам работать привлёк там инвестора на сто тысяч долларов 15 процентов 15 долларов но для того чтобы партнеру так вот заработать ему нужно быть профессиональным продавцом далее агент следующая ступенька у агента должно быть он должен сам на 200 один план вы можете почитать в разделе на сайте компании не буду сейчас четко подробно просто новинки вам объясню вы можете на сайте компании и в личном кабинете посмотреть в инструментах партнера там есть сейчас разделов скажу вас можете записать документы в документах там есть маркетинг план поэтому я не буду сильно я скажу сколько кто примерно может скажем так ориентировочные доходы то есть у агента от 30 до 200 должно быть два партнера которые сделают тоже по 200 юнитов инвестиции консультант может заработать от 300 до 1000 юнитов консультант это тот скажем наш партнер у которого есть четыре агента два лично привлеченных а два других других структурах но они могут быть и в глубине например у вас четыре структуры четыре скажем ноги ленида по разному в разных маркетингах это называется два лично вы привлекли а два может быть кто один там находится пятом один там десятом уровне для вас это очень выгодно находите лидеров в глубине потому что вы денег больше будете зарабатывать и для партнера мы проведем как-нибудь школу по маркетингу для того чтобы вы поняли я вам покажу на примере какие деньги вообще зарыты в этом маркетинге при правильной работе далее менеджер менеджер это тот партнер кого четыре консультанта два лично приключенных а два глубине могут быть то есть других двух структур всего четыре структуры 44 структура и доход менеджера может колебаться от 1000 до 5000 унитов это от 5000 до 5000 долларов сегодня но если много не мало по по россии часто просят чтобы российских рублях назвал потому что 70 процентов у нас россиян то есть умножать 1000 долларов на сегодняшний курс 75 до 70 до 75 тысяч рублей может на 5 до 370 тысяч 375 тысяч лидер менеджер может зарабатывать до до 750 тысяч рублей и от трех тысяч долларов это три тысячи можно 75 225 тысяч топ менеджер от 5 тысяч долларов то есть от 375 тысяч рублей в рублях и до тысяч рублей это мало хочу сказать 3 миллиона 750 тысяч bud российскими средний президента мы зарабатывать до от 750 тысяч рублей или 10 тысяч долларов до 100 тысяч долларов даже может быть и больше свободно зарабатывать это не много не мало всем спой на миллионов рублей и президенту зарабатывать 50 тысяч долларов и до одного миллиона долларов а президент который сделает 5 президента то есть сам станет президентом и поможет пить или стать президентом он гарантированно заработает один миллион долларов поэтому смысл очень простой стань сам вырасти сам стать президентом помоги пяти своим людям статистиками они заработают такие деньги да и ты заработаешь гарантированно поэтому в компании skyway инвест групп трансмитрую азия вы имеете возможность стать миллионером за очень короткий срок вы можете стать миллионером даже за год я могу сказать но вопрос после меня будет виктор и он ровно расскажет что необходимо здесь чтобы вы год стали миллионером потому что невозможно скажем с тем уровнем мышления которые сегодня человека на 1000 долларов за год стать миллионером но невозможно если он ничего не делать но если он начинает делать хорошо расскажет то есть такие возможности я знаю людей которые за год становились из доходов тысячи долларов они за год зарабатывали миллион долларов конечно крыша у людей ехала но мы будем обучать вас для того чтобы ваш крыша не ехал но такие случаи есть такие результаты есть в жизни и не один такой результат это сотни и тысячи понятно да вот восемь статусов дорогие друзья и этот ходности которые ориентировочно у вас могут быть благодаря тому что вы стали таком статусе идем дальше что мы добавляем да мы добавляем для менеджер лидер менеджер топ менеджеров советников президента президента с 5 до бесконечности от 2 до 4 процентов во всю глубину то есть дорогие друзья здесь если на особенность особенно те люди которые вот я хочу задача с опрос как раз имеете ли вы опыт в продажах если да то какой здесь вот есть нет не имею не хочу этому учиться нет не имею но хочу научиться агрессивной продажи продажи по офисам на улице продам там продажи на телефоне млм продажи млм лидер почему я отдельно продажи которые продают в малом они следят интернет продажи инфопродуктов и эти технологии обязательно ответьте не давайте мы перейдем я вы пока будете отвечать я вот сюда поставлю опросы чтобы а я вам по маркетингу расскажу то есть если вы партнер 15 процентов с первого со 2 7 3 3 процента агент 15 7 5 4 консультант 15 7 и 4 вы знаете неправильно дорогие друзья вот здесь исправить в общем вот как и один точно так и консультант 3 уровня 5 4 уровня 4 заработал надо будет исправить как то как-то из меня то есть про льда исправит ладно то есть третьего уровня будете получать 5 процентов это прописано на сегодня маркетинг плане и вы можете достижить но да был один процент до бесконечности и обрезаем консультанты вас есть консультант kiro уровне то вы получите один процент с 5 уровня адске 6 вот чerkt получать потому что он вам обрезает и И мы сейчас добавили для менеджера, лидер-менеджера от 2 до 4% во всей группе. Дорогие друзья, хочу сказать, это вообще просто, я группам уже скажу, извините, это офигенные проценты. Я вспоминаю, когда я работал в одной из своих первых инвестиционных компаний, агентом, это был 99-й год, я зарабатывал первые свои за привлеченные личные инвестиции, за личные привлеченные инвестиции, только я зарабатывал 0,3%, потом дошло до 1%, когда я больше 100 тысяч долларов привлек в эту компанию. Понимаете, да? В многих инвестиционных компаниях и брокерских компаниях при миллионе долларов 0,5% тебе платят только за привлечение инвестиций. То есть это за твои личные привлечения инвестиций, не говоря о групповой, то, что по группе может быть. А здесь во всю глубину, там от 2 до 4%, но там тоже идет обрезание, я сейчас покажу, что это за обрезание. Вот следующий слайд у нас, то есть партнер, агент, консультант. Вот видите старые квалификации, которые были, квалифицированный агент. Затем консультант, это консультант, это агент сегодня, а консультант сегодняшний, это как раньше был квалифицированный агент. А менеджер, это как инвест-консультант, а лидер-менеджер, это как синт. Вот посмотрите, в чем разница. Во-первых, есть очень интересный момент, в чем заключается, что если ты консультант, и ты ставишь нового консультанта, вот ты можешь получать от 1 до 1,5%. Но если у тебя более 5 консультантов, 5, 6, 7, 8, там ты можешь получать вообще до 2% во всю глубину. А чтобы вы понимали, при правильной работе, основные, вот я сейчас нарисую, дорогие друзья, чтобы вы понимали, основные, как вот растет сеть, чтобы вы видели, основные объемы, они находятся вот здесь. Вот таким образом, вот если на сеть посмотреть, когда вы работаете, она вот так вот создана. Вот если вы уже консультант, даже вот это консультант, на месте слова консультанта, вот агента, у агента вот так вот примерно. То есть это агент, да? В четырех уровнях максимум. Почему в четырех уровнях уже 4%? А у партнера там вообще максимум 3 уровня. А уже у лидер-менеджера, у него основные объемы, они вот так вот происходят. И пошла вот так вот глубину вниз. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и так далее, и так далее. И классика, классика партнерских продаж многоуровневого бизнеса. Чем больше твоя ширина, вот так вот, да, тем больше денег, соответственно, с глубины. То есть это простая арифметика, простая такая вот. Чем больше твоя ширина, тем больше денег у тебя с глубины. Сейчас я сотру это все, да, очищу, чтобы понимать. Так вот, вернувшись к этому слайду, посмотрите, что мы видим. Первый, консультант даже не стал менеджером, имеет возможность, расширяя всю глубину, получать до 2% с пятого уровня бесконечности. Ну и менеджер тоже имеет возможность получать от 1,5 до 2%. Что происходит? Посмотрите, вот если вы консультантом, и у вас стал 1 консультант, вы начинаете получать консультанта, минус 1, вы будете получать 0,2% с его пятого уровня, с вашего 6 уровня, 0,2%. Если, предположим, вы лидер-менеджер, и у вас стал первый лидер-менеджер, то вы получаете 2,2%, он 2% получает. То есть 2,2 минус 2, то есть вы получаете 0,2% разницы. Это не так, что некоторые умники считают, даже такие есть товарищи, которые говорят, там, по 25 лет они в сетевом бизнесе, многоуровневые, а считать не умеет. Это говорят, он, да, и ты там сделал маркетинг, там 150% выплата в сети. Я говорю, блин, ну вы грамотеи вообще, блин, офигеть, просто считать, наверное, не понимаете. То есть, естественно, идет обрезание, то есть это максимально, но когда статус в статусе, то обрезание идет с пятого уровня. Я почему показал у вас, что объемы в основном в 5 уровнях. Да и сейчас у меня такая же ситуация, основные объемы, объемы у меня, это 3, 4, 5 уровни, чтобы вы понимали. Ну, у меня еще ширина очень большая, поэтому у меня в первом уровне большие объемы. Первый, второй уровень большие объемы. Поэтому, дорогие друзья, президент до 4%. Это во всю глубину. А что делать, когда человек говорит, а если у меня нет там 5 уровней, какой у меня стимул расширят инсультантов? И вот здесь, дорогие друзья, мы сегодня приняли решение, мы много поработали, мы работали уже в течение недели, над этим сегодня уже были эти цифры. Вот это запишите, сделайте скрин. А я сейчас как раз посмотрю. Нет, не имею линейной продажи. Есть люди, которые хотят научиться. 151 человек. Это здорово. Здорово. Вы хотите научиться, ребят? Мне это нравится. Потому что мы готовы с Виктором взять десяток, максимум 20 человек. Вы будете делать у нас продажи минимум на 100-200 тысяч долларов. Это гарантирую 100%. А то, что вы сейчас услышите, по представительствам, по всему, то я думаю, что в месяц сделать 100 тысяч продажи, это будет вообще для вас несложно. MLM продажи всего лишь 71 человек. MLM лидеры 19. Интернет продажи 13 человек. То есть у нас 46%, почти 50% люди хотят научиться продавать. Это здорово, ребят. Это просто потрясающе. Мы готовы. Я с удовольствием хочу работать с теми людьми, которые имеют желание. И люди, которые легко с вами работают, легко вас тренировать. Если вы такой, то с февраля месяца ждите новостей. Мы возьмем обязательно с Виктором до 30 человек, которых мы будем обучать. Мы вас за полгода из вас. Не все 30, конечно, есть статистика. 20% они могут... Потому что там есть задания, человек филонит, не выполняет. Но, скажем так, минимум 25-20 человек мы тренируем, которые будут суперпродавцы. Хорошо, дорогие друзья. Так вот, давайте перейдем к этой таблице. Итак, какой из них у вас сегодня появляется? Вы стали агентом. И вы делаете новых агентов. То есть, посмотрите, количество в первом уровне. То есть, количество новых агентов в первом уровне. И только у вас 5 агентов новых стало. Вы получаете от нас 100 долларов бонус. Как только 10 вы новых агентов поставили, то есть, в этом месяце взяли на обязательство 5 агентов новых. Вы получили 100 долларов. В следующем месяце вы опять сказали 5 новых агентов. Вы еще получили 100 долларов. У того уже 200. В третьем месяце вы сказали, еще хочу 5 агентов поставить. Поставили еще 5 агентов. Получили еще 100 долларов. У того 300. Потом вы еще 5, еще 5. 25 агентов поставили. В общей сложности 500 долларов получили. То есть, за каждых 5 агентов вы получаете по 100 долларов. Это достаточно хороший стимул, и давайте сразу на опрос я сделаю, является ли это таким вот стимулом создать опрос. Для вас это стимулом, скажем так, ставить новых агентов, то есть привлекать и ставить новых агентов. Пишу нет, вернее так нет, да, хороший стимул. Это помимо ваших бонусов, которые у вас есть, то есть это дополнительный бонус, дорогие друзья. Давайте ответим на этот вопрос. То есть нет, это не является стимулом. Да, является хороший стимул. Вот есть люди, для которых не является. Ну, тоже отлично. То есть отлично, да. Теперь давайте посмотрим следующий момент. Количество новых консультантов первого уровня, которого вы начинаете выращивать. Итак, вы стали консультантом, и это все с 1 февраля, дорогие друзья. Вот считайте, с 1 февраля мы с вами все, вот все, что было до 1 февраля, это была одна ситуация. Вот сейчас, с 1 февраля, это будет абсолютно новая компания, это будут абсолютно новые лидеры сейчас родятся, это будут абсолютно новые подходы в бизнесе. Я люблю делать эти вещи, потому что я сам всегда в работу в такую очень сильно вхожу, и я сам люблю эти вещи делать. А если вы знаете, у нас был промоушен на Белоруссию, я же работаю тоже, я как Авратов Андрей занял первое место. Но я свое первое место отдал тогда в Киргизию, человеку, который не победил, там написал, оказалось, что не победил, лучше бы нашего представителя из Киргизии отправили. Но тем не менее, я являлся победителем в двух промоушенах, которые я работаю, потому что я тоже работаю. Чтобы вы понимали, количество привлеченных лично мной привлеченных инвесторов, это на уровне 15% от всей компании. А лично моя работа и работа с партнерами, это 60% работы, то, что есть в компании, 60% это моя работа с партнерами, теми, кого я привлекаю в бизнес, какие структуры я не даю. Поэтому я тоже привлекаю людей, более того, с февраля месяца я сейчас буду делать, запишу три раза в неделю, будут у меня входить видео, так называемое реалити-шоу, да, жизни профессионального сетевика. Я об этом уже говорил в четверг, да, вот вы увидите, то есть проснулся, записал видео, пошел там пробежку на море, окунулся, какие мысли пришли, плохое настроение, значит, плохое настроение у человека. То есть вы увидите вот реальная жизнь профессионального сетевика, лидера, профессионального бизнесмена, о чем он думает, что он делает, какие планы он ставит и так далее, и так далее. То есть такое реалити-шоу будет, да, в реальном, ну не в реальном, в записи, но это все будет выставляться в течение полугода, и вы можете копировать и делать все то же самое, что делал я, и получать эти все вещи. Поэтому, дорогие друзья, для меня это классно, такой вот кайф, да, и я думаю, для многих. Я вижу хороший стимул, 64% ответили. А теперь давайте посмотрим стимул для консультантов. То есть вы консультант, вы ставите нового консультанта, и 4 консультанта вы стали менеджером. Но поставив 5 консультанта, помимо того, что вы всю глубину в маркетинге, мы еще, вот как только 5 консультантов у вас новых стало, не старых, а новых консультантов, те люди, которые еще никогда не были консультантами, эти вызовы получаете дополнительный бонус 500 долларов. 10 консультантов стало у вас, то есть 5 плюс 5, у вас в общей 10, да, получаете еще 800 долларов. То есть видите, да, сумма увеличилась на 300. 15 консультантов у вас в общей сложности, мы вам даем еще плюс 1000 долларов. 25 консультантов вы поставили, получаете дополнительный бонус 5000, того бонуса получаете 7300 долларов. Сейчас тоже хочу сделать опрос и спросить, является ли это хорошим стимулом? Является ли для вас это стимулом для развития и активной работы? Вы знаете, когда сейчас идет нет, да, превосходный стимул. Вот так вот, пускай будет вот этот у нас, а вот он, запускает, да. То есть нет, да, превосходный стимул, там, я иду на этот стимул, так называемый, да. И так, посмотрите, дорогие друзья, то есть ни много ни мало, я хочу сказать, что хорошие достаточно дополнительные бонусы, которые вы можете получать. Мы так думали, там, телефоны, может быть, там, еще что-то, а потом подумали, зачем вы сами себе купите за эти деньги телефон, там, споете отдохнуть, там, не знаю, что еще там, да. Поэтому, вот, и мы видим, да, что в общей сложности у нас 90%, да, и превосходный, даже 37%, как говорили, да, я иду на этот стимул, да. И посмотрите, третий бонус, который мы даем, дорогие друзья, это для топов, это для тех людей, которые вот сейчас, хочу вам сказать, нужно работать, и я предложил бы вам работать с сетевиками, что бы я предложил вам делать, во-первых, дайте объявление в газете, что в своей, или в интернете, в своем городе, что внимание там, ну, и так далее, и так далее, то есть мы обсудим это, может быть, в этот сверх Виктор Собор даст вам некоторые технологии, но, может быть, объявления связаны именно с привлечением сетевиков и людей, работающих в интернет-маркетинге, сетевом маркетинге. И почему, скажу, дорогие друзья, сейчас в геополитической ситуации, кризисной ситуацией, у них первый удар был 2008 год, не прошло и 10 лет, да, вот сейчас, 2015, по идее, должен быть рост, по идее, да, обычно там, по всей логии, там, по идее, должен быть рост где-то в 2014, а на самом деле происходит еще больший спад, а что в 2017 произойдет, это вообще, ну, грубым словом, можно сказать, попа, медным тазом накроется все, да, и стивики устали, первое, многие стивики устали от этой национальной такой вот, ну, то есть нет, скажем, многие стивики сейчас чуть потише где-то, смотрю, зашкаливает, устали от того, что в компании все одно и то же, и, как мне говорят уже некоторые лидеры, то есть ты дорос до максимума, как я вспоминаю, а некуда дальше расти, а у нас, дорогие, есть куда расти, сначала ты партнер, потом ты представитель, а потом ты можешь возглавить адресный проект у себя в городе, то есть стать топ-менеджером уже транснета у себя в городе, развивать адресный проект в городе, понимаете, и этому всему будем обучать, мы этому всему будем натаскивать, чтобы вы, вот какая, вот если многоуровневый бизнес традиционный, да, в чем его преимущество большое для всех, для нас было, для меня даже был предприниматель, бизнесмен, но только в самом бизнесе, когда я пришел, я научился многим интересным моментам, дорогие друзья, а потом ты хочешь перейти в большой бизнес, а уже возможности нету, а тут, представляете, приходит человек, студент, в течение пяти лет он станет суперпрофессионалом, многоуровневый бизнес, продаж, там, по привлечению клиентов, инвесторов, предприятий, как я уже говорил, на Евразии, послушайте, вот в последнюю сессию мы попал в Евразии, говорю, да, в личном кабинете она тоже у вас у всех есть, и потом он может стать, научиться стать менеджером, управленцем в своем городе, либо в другом направлении, либо в другой адресный проект, их умно будут, этих адресных проектов, мы порядка 20-30 миллионов километров дорог по Евразийскому континенту, а если взять Америку, Африку, Австралию, это около 50 миллионов километров будут строиться, новые города могут строиться, это, ну, вы себе даже не представляете, то есть ниши свободны, то есть студенты, молодежь, которые сегодня, можно сказать, остались за бортом, у нас просто великолепные возможности. и вот здесь прийти, сделать, а потом перейти в портал в Евразии, у нас учащий портал в Евразии, где мы будем эти все вещи преподавать. И... даже не преподавать, Так вот, представь, когда ты стал топ, ты получаешь 45 тысяч долларов дополнительного бонуса. Ни много, ни мало. Ну, сегодня там квартира в Санкт-Петербурге можно купить за 100 тысяч долларов, да? Поэтому, дорогие друзья, это достаточно хороший бонус, хороший такой вот стимул, достаточно большой. поэтому я считаю, что здесь большие стимулы появляются для людей, которые просто агенты, консультанты, и тех людей, которые, скажем так, топы, и которые хотят стать выше. А те, которые будут президенты, дорогие друзья, я сразу хочу сказать, да, там вообще бонус, но это уже в мае месяце будут у нас встречи с консультантами, там уже будем говорить, какие выгоды иметь президенту. Я хочу сказать, что президент, который поставит 5 президентов, он получает шикарнейший бонус, я хочу сказать, ни в одной компании, даже в Нагурной компании, в мире такого бонуса нет, дорогие друзья. По имя того, что ты бонусы на акции получаешь, еще вот этот вот стимул, это достаточно серьезный стимул, который может человек получить. Поэтому, дорогие друзья, в целом мы ответили, я уверен, что достаточно хорошие стимулы. И вот сейчас, сейчас я хочу сказать вот эти вещи, потому что я не раз приходил в компанию, в которой в одну компанию пришел, два года было, во вторую компанию пришел, пять лет было. В ту компанию, в которой пришел два года, ровно через три года я достиг максимального статуса. И те люди, которые пришли до меня, которые были распальцованные, там, лидеры, такие, они, знаете, остались за бортом. Я даже говорил, слушай, пенсионеры, что-то вы отстали, там, еще два года назад я на вас учился, а сейчас я вас обогнал. И только потому, что у меня скорость была быстрее, я действий делал больше. И вот, что хочу сказать еще, что, когда я пришел в компанию, пять лет было, компанией, тоже одну компанию, российская, я поскучивал на Украине, потом в Индию я завел. Вот то же самое с этой компанией, я стал топом, буквально за четыре года в этой компании. Но я пришел не новичком. И, знаете, вот хочу сказать, те люди, которые сейчас пришли, два месяца назад пришли, вы думаете, что до вас пришли уже есть люди, которые такие лидеры. Но вот сейчас как раз соревнование, такое соревнование. Но если ты лидер, докажи, что ты лидер, потому что есть такая фишечка, что приходят там в начале, им повезло, вот поэтому они пришли в начале, и они стали типа крутые. Вот сейчас, дорогие друзья, все в одинаковых условиях и с февраля, с первого февраля мы все в одинаковых условиях, и мы все имеем вот такие возможности. И я очень рад тому, что начинается у нас в компании, скажем так, можно сказать, эра новых лидеров, именно тех людей, которые сделают эту компанию просветающей и сделают в этой компании то, что мы хотим за этот год один миллиард долларов и уже начать адресные проекты, финансирование адресных проектов к осени полностью завершить уже финансирование технопарков. То есть это наши большие цели. Я уверен, что вот с новыми людьми, которые сейчас включатся в февраля месяца, мы сможем это сделать я уверен тысячу процентов. И сейчас я хочу передать слово человеку, который является мой товарищ, друг, который достаточно мощный мотиватор, он мастер осознания, он помогает огромному количеству людей, и мне по сегодняшний день помогает и он, и селена в том, что мы сейчас делаем, какие результаты мы умеем, и еще будем уметь. Поэтому, дорогие друзья, всегда нужно мечтать и действовать, мы с вами реализуем это все, а я передам слово сейчас Виктору, есть что сказать, потом я после него подключусь там еще где-то минут на 30, поэтому сегодня наша встреча будет примерно 2-2 часа. Настройтесь на это. Но новости, которые вы узнаете, там будут потрясающие. потрясающие. Виктор, передаю тебе слово. Не слышно, Виктор. Там настроить может аудио нужно. Я уже зашел, все хорошо. Это у меня, если я вовремя камеру не подключаю, то у меня не та камера включается. Всем привет. Да, благодарю всех. Добрый вечер. Добрый вечер всем городам, которые сегодня нас слушают. Сейчас немножко подстрою камеру. Это Эко-технопарк у нас в календаре висит. где-то так. Смещу камеру, чтобы читать. Приветствую всех, кто сегодня у нас. Приветствую белорусов. Мы с вами в феврале, я напоминаю, увидимся в первой неделе. У нас приезжает большая рабочая группа в контроле для дуэзо очень низкому. Ну и заодно мы там уже будем в Минске с вами встречаться, отрабатывать мастер-класс и презентацию. Можете привезти друзей, знакомых из Минска, прилежащих городов и стран. Можете привезти на себе, с собой, в багаже, без багажа, как угодно. И я очень рад, что у нас сегодня такая большая серьезная география. Мы расширяемся не только на запад и восток, мы еще расширяемся на север и на юг. И у меня сегодня с вами недолгий разговор, вообще совершенно короткий, потому что мы с вами будем еще много встречаться на этой неделе. В четверг, напомню, для всех партнеров, активных партнеров у нас будет будет встреча с активными партнерами, где я буду давать вам очень важную и ценную информацию по поводу того, что сегодня вы обсуждали с Андреем, как это реализовывать. Ну а в субботу будет информация для всех, всех-всех, то есть для партнеров, для... Сейчас сложно говорить, потому что активные партнеры и пассивные партнеры это больше уже относится к некоторым другим сферам жизни. Вот. Но я имею в виду так, что... Все равно поймите меня правильно, к партнерам, которые активно действуют в нашем бизнесе, мы называем вас своими партнерами, и также к партнерам, которые полуактивные либо в спячке находятся, как медведь, знаете. И давайте просто вот... Первое, что я хочу от вас услышать, скажите, пожалуйста, как вам сегодняшняя информация, которую вы получили по поводу тех бонусов, которые мы сегодня с Андреем Федоровичем решили вам всем дарить. Нам очень нравится дарить. Вообще, мы с Андреем любим, которые любят подарки делать. Кипяток. Супер. Много-много плюсов. Много восприцательных знаков. Вдохновляет. Класс. Ребята, вот я вам хочу сказать, что... Да, супер. Вот первые бонусы мы даем только для того, чтобы вы начали правильно распоряжаться деньгами. Мы хотим вас воспитать в философию богатого человека. Я хотел бы, чтобы вы перестали напрягаться из-за денег, работая с нами. Второй важный момент. Обратите внимание, что постепенно вы можете улучшить качество своей жизни. Безусловно, или можно улучшать. На уровне менеджера, старшего менеджера, да, у вас есть возможность, например, приобрести квартиру. В некоторых городах это даже две квартиры. И меня это тоже очень радует и очень важно, чтобы вы научились правильно себя вести с деньгами. Понимаете? Это еще не все далеко, что мы готовим вам с Андреем, потому что мы, вот лично Андрей и лично я, мы всегда за то, чтобы делиться. Всегда. И мы за то, чтобы ваши знакомые на вас смотрели, вожделенные. Ну, в хорошем смысле слова. Чтобы они возжелали с вами быть в бизнесе. И это же касается не только вас. Это касается тех людей, которых вы поведете за собой. Будут деньги, будем думать, куда, как потратить по уму. Валера, это глубочайшее заблуждение большинства людей. Поэтому большинство людей находится там, где они находятся. Нет, ребята, вот хочу вам сразу объяснить, начались вопросы по поводу бонусов. Все бонусы будут идти только деньгами. Никаких там бумажек за это, кроме денежных знаков. Ничего такого. Мало того, на определенном уровне мы вам будем открывать социальные карты. И хочу вам сказать по секрету. Это безналоговые деньги. Надеюсь, меня никто не услышал, кому не надо было меня слышать. Но хочу, чтобы вы понимали, как ставил Андрей Федорович Хавратов перед всеми в компании, когда я пришел, мне это очень понравилось. А, все услышали. Вот е-мое. Только, пожалуйста, никому не рассказывайте, ладно? Я вижу, как вам понравилась идея. Да, ребята, да, на самом деле. У нас есть механизм, у нас есть механизм, а мы эту запись не будем выкладывать. У нас есть механизм, который позволит вам обезопасить ваши деньги, которые вы заслужите по праву. И, помните, система, кто там, а, он в шоке, я сам в шоке. Ребята, смотрите, хочу, чтобы вы понимали. Пять – это начало. Еще пять – это закрепление, опыт. Еще пять в первую линию – это улучшение, подтверждение результата. Двадцать пять в первой линии – это шаг к другой жизни. И кто слушал мое не с прошлой, а с позапрошлой субботы обучение, двадцать пять, двадцать пять, двадцать пять, вы понимаете, о чем я говорю. Правда? И мы сегодня уже помогаем вам, заметьте, не только вам, мы создаем стимул для людей, которые за вами придут, а это значит, что они вас поднимут выше. Понимаете? Да-да-да, Алексей, шестнадцать семьсот пятьдесят. Именно об этом я говорю. В четверг я немножечко вам расскажу те преликты, которые я оставил за кадром, рассказывая эту систему. Возьмите ручки. Ручки возьмите. У меня, кстати, Кыргыз Экспо 2016 ручка. Это когда мы были на форуме. У нас в Москве в марте планируется очередной форум. Итак, карандаш, ручка, неважно, блокнот. Блокнот. И запишите следующее. У меня к вам вопрос. Кто такой лидер? Кто такой лидер? Кто такой лидер? У нас у меня встреча. Это Андрей вас немножко разогрел. Но у меня последние дни такие интересные попадают. То, кто ведет к победе, победитель. Можно написать даже победун. Человек-пример для всех, за которым все идут. За кем? Идут тот, кто находит новых лидеров, кто идет за собой. Но, на самом деле, вот, видите, лидер – это состояние. В смысле, в кошельке? Угу. Вот. Наконец-то я увидел несколько человек, которые сказали то, что нужно. Ответственность берет на себя. Которые имеют пять человек в первой линии. Не-не-не. Пять лидеров в первой линии – это детский сад. 25 лидеров в первой линии. Да. Если вы 25, знаете, как вам нужно мыслить, начать? Нет, я не буду об этом говорить, я лучше промолчу до четверга. Нет. Нет. Давайте все-таки запишем буквально пару фраз, то, что я думал всегда и думаю о лидерах. Кто такой лидер? Это тот, кто думает, говорит и делает одно и то же. Это первое. Думает, говорит и делает одно и то же. Вообще, это даже не первое, это просто такой вот основополагающий принцип. Вот Роза говорит, надеюсь, не Рымбаева, человек, который берет ответственность за своих людей, вот это утопия, это не лидерский подход, это утопический подход, сразу могу объяснить. Человек, который берет ответственность за других людей, он прямо шагает к тому, что скатится вниз. лидер, это человек, который может влиять на поведение других людей, брать на себя ответственность, пишет Герман. Ну, влиять на поведение других людей могут манипуляторы, НЛПшники и многие-многие интересные эти, как их называют, ребята, которые там за Бога на сценах выступают большие, они тоже умеют вести за собой людей. Вопрос, овец вести просто. Вот я лично, я сам волк по сути своей, да, там говорит, лев, лев, я волк на самом деле. Я вам хочу сказать, что как кружак стаи, я лучше буду вести за собой волков, чем шакалов. Понимаете? Поэтому вы обратили внимание, что мы некоторый период довольно-таки жестко разговаривали с людьми, для того, чтобы выявить людей настоящих, таких бойцов. Давайте мы оставим то, что вы сейчас пишете и все-таки напишем. Три пункта, которые важно вам принять для себя. Принять. можете не принимать ваше право. Первое. Лидер смело принимает решение. Лидер всегда принимает решение. Какая бы ситуация ни была, лидер в состоянии принимать решение. Если вы хотите создавать бизнес на миллион, вам нужно понимать, что лидер всегда принимает решение. лидер Пожалуйста, записывайте не в чат, а сюда. Второе. Лидер берет всегда на себя ответственность за свой успех, за свой путь. Лидер всегда берет на себя ответственность за свой успех и за свой путь, которым он движется. он не говорит, что ой, дорога закончилась, я не знаю, куда идти, фатум, судьба, я не знаю, как быть дальше, потому что кривая судьбы повернула в другую сторону и так далее. И третий пункт. Лидер всегда действует решительно без оглядки. Лидер всегда действует решительно без оглядки. Без какой оглядки? Прежде всего, без оглядки на прошлое. Вы помните, что случилось в близкой истории с теми, кто обернулся, когда ангелы наводили порядок в одном городе, вернее, в двух городах? Кто знает, о чем я говорю? То же самое было, это вообще в библейской истории они полностью переписывают все другие истории. Там много, кто вообще человек грамотный, неограниченный, он читает разные, интересует разными легендами, он увидит, что там собрано все из прежних историй, только для того, чтобы контролировать людей. Так вот, он всегда действует решительно без оглядки. То есть, смело идет вперед, и это говорит о том, что значит без оглядки. Он не боится совершать ошибки. Вот мы с Андреем очень много совершали ошибок в своей жизни. Реально много. И поэтому мы сегодня такие, какие мы есть. И мы очень благодарны и людям, которые нам создавали определенные уроки, и себе за то, что мы себе создавали определенные уроки. Потому что лучше, чем сам себя человек наказать может, никто его наказать не может. И у меня вчера выходной день был немножко так смазан, и я понимаю, вчера особый лунный день был там и так далее. Мы селены отдыхали, и тут один человек мне начал писать просто полную нелепицу. Я пытаюсь корректно объяснить, но человек продолжает все равно нести полную чушь. И уже когда просто факты показываешь лицо, человек не хочет их видеть, понимаешь, что, наверное, нужно просто прекратить разговор. Вот такие дела. Я думаю, что с 1 февраля, я об этом буду говорить на нашем обучении на этой неделе, мы допустим программу 90 дней, чтобы вы легко вошли в ту систему, которую мы сегодня показали вам с Андреем. И это не касается всех, это не касается только тех, кто собирается стать представителем, потому что для представителей у нас достаточно жесткие условия. Мы не берем сегодня представителей компаний слабых личностей вообще. Мало того, мы даже избавились от таких людей. Слава Богу, было сейчас купание, и мы смогли избавиться от таких людей в Крещенские морозы. Они просто прошли омовение и сказали, а зачем нам это надо? Я так пытаюсь пошутить грубо. Так вот, программа 90 дней позволит вам всем без исключения, будь то представителей, будь то претенденты на лидеры, будь то те, которые не считают себя лидерами, но говорят, а вдруг, а пойду я сделаю за год все, что от меня зависит, а потом скажу, могу я быть лидером или не могу? Вот именно для вас мы запускаем программу 90 дней, которая, будем давать такие крупицы знаний, которые будут помогать нам, а знания, мы помним, закрепляются в действии, да, будут помогать вам менять ваше сознание, менять ваше сознание, и, что немаловажно, действия ваши меняются, потому что менять сознание без действий, это все, это все не то, скажу так вам, по-простому, много людей, которые сегодня меняли сознание годами, последние несколько лет я наблюдал за тем, как люди меняют свое сознание, но они ничего не делали, и наша задача сегодня собрать Андрей немножко слукавил, на самом деле мы намерены выделить сейчас 500 человек, лидеров, из них, из этого числа из 500 человек выделится группа процентов 20, это около 100 человек, которые будут реально претендовать на более серьезное лидерство, и из этого числа около 25-30, мы выделим людей, которым поможем закрыть президентский статус за год. И хочу вам сказать, что это и есть очень хорошо замахнуться, замахнуться высоко, далеко, и сделать себе такой вызов. Но я хочу вам задать вопрос, смелю задать вопрос, кто из вас хотел бы участвовать в такой программе, неважно на каком уровне вы будете, но пойдете, скажем так, пойдете в эту программу. в лидерскую. Профессиональную. Так. Есть такие люди. Окей. А теперь скажите мне, пожалуйста, кто из вас занимается бизнесом только здесь? Из тех, кто написал. Напишите, я не занимаюсь, но я хочу пойти в программу. Я не занимаюсь, но я хочу пойти в программу. то есть, у меня не один только этот бизнес. Так вот, если вы, благодарю вас за ответы, благодарю. меня так слышно, то немножко плечу. Так вот, я вам открою один маленький секрет. Если вы хотите, чтобы у вас если вы хотите, чтобы у вас все получилось в грамме, вам нужно полностью переключиться на этот бизнес. с головой. И вот фразы «я только в Skyway», я понимаю двояко. Меня интересуют люди, которые Skyway не с групп. Я понимаю, что сегодня здесь все могут быть, кому угодно. Мы не стесняемся доказывать то, что мы готовы делать. Если вы хотите войти в Лигу чемпионов, вам нужно полностью сфокусироваться на действиях. Больше ни на чем. Понимаете меня? Думать, говорить и делать как лидер Skyway инвестгрупп. Поэтому здесь уместно написать такую фразу «я думаю, я говорю, я действую как лидер Skyway инвестгрупп». Потому что завтра будьте лидером по Евразии, если вы таким встанете в Skyway, или лидером в Transnet. Там тоже есть много работы для всех. Еще раз повторяю, мы сегодня намерены отобрать и воспитать своих командных лидеров, которые каждый из себя будет представлять того бойца, который может тысячу положить, но который будет действовать на благо всей команды. А это самое сложное, что может делать человек в жизни. быть звеном, крепким звеном одной команды. Действовать на благо команды, действовать на благо команды, оставаясь лидером при этом. У меня программа «90 дней», первая моя, которую я запустил, она дала невероятный взлет. Потому что первый месяц, я это использовал, кстати, в обучении коучингу с открытым сердцем, эту систему, потому что первый месяц человека идет ломка. Еще старый тянет назад. Поэтому без оглядки вперед идти. да, благодарю всех, кто пишет. Второй важный момент, второй важный момент, второй, второй важный момент, когда вы, осознайте просто, когда вы фокусируетесь только на одном вы точно научитесь тому, чем занимаетесь. Думайте о бизнесе, говорите о бизнесе и действуйте как успешный лидер нашей команды. Я думаю, говорю и делаю как лидер СВ, не понимаю. СВ, да, СВ это все двояко, даже трояко может быть. Я думаю, говорю и действую как лидер Skyway Invest Group. Вот на чем нужно фокусироваться. Не ваши близкие или родные, не обстоятельства, не кризис. Для кого-то кризис просто заработать еще больше денег на всякий случай. Не ваша лень, не ваши старые страхи и сомнения не могут встать на пути, который приведет вас к тому, к чему мы вас ведем. Финансовое благополучие, процветание через реализацию своих талантов, через реализацию своей личности, через помощь другим людям которые станут лучше жить, лучше себя чувствовать, жить в процветании и благосостоянии. Мы с вами можем дать миру и мир будет нам благодарен. Ну так, что Валентину удали пожалуйста, она начинает провоцировать людей. По крайней мере надпись до первого раза. Примите для себя следующую формулировку. если вы хотите если вы хотите независимо от того, где вы находитесь если вы хотите создать для себя и для своих потомков финансовое благополучие, оно заключается не только в акциях. Важно кем вы станете, кем вы станете, пройдя с нами этот путь. Я могу вам сказать поначалу кем вы станете. Во-первых, вы станете уверенными в себе личностями. Вот в этом я уверен на 100%. Потому что без этого мы с вами никуда не продвинемся. Мы будем работать над вашей уверенностью в себе и в своих действиях. Благодарю всех, кто пишет. Молодцы это установки. Начинайте их реализовывать. Каждый день говорите себе эти установки. Второй важный момент. Вы сегодня в состоянии повлиять на весь мир. Мы с вами вместе. Где бы я сегодня не выступал в какие бы страны я не вещал, я говорю одно и то же. Мы с вами можем изменить лицо планеты. Мы с вами можем повлиять на экологию Земли. Два раза в неделю с небольшой группой лидеров компании, не все туда входят сразу могу сказать, но с небольшой группой лидеров компании мы проводим медитацию и взаимодействуем с Матушкой Землей. И мы благодарим ее за возможность повлиять повлиять на экологию, повлиять на внешний облик Земли, повлиять на осознанность людей и помочь миллионам людей стать процветающими. Разбудить миллионы людей и помочь им стать процветающими. Вот этим мы занимаемся, мы медитируем два раза в неделю. Если кто-то из нашей небольшой команды по какой-то причине не может, всякое бывает, мы все равно медитируем, но этот человек в состоянии потом подключиться мысленно к нам и получить этот поток энергии. И сегодня, если Андрей позволит, в конце я могу провести с вами такую медитацию. Нет, мы это сделаем с вами, наверное, в четверг или в субботу. Не сегодня. Итак, вы видите, что мы начинаем с вами сегодня реализовывать программу 25-25-25. Все, кто слушали Андрея в четверг, прекраснейшая школа, и в субботу это вообще был восторг, хотя дочери пообещал быть с ней на ее мероприятии. У меня одно ухо было там, а одно ухо я слушал Андрея. И сегодня я ему задал вопрос, у меня произошел сбой по звуку. Я говорю, ты о чем там говорил, у меня что-то слетело в этот момент. Для обучения вы будете выбирать себя сами. Никто вас не будет выбирать. Мы не выбираем. Знаете, проводя тренинг, когда-то назывался «Спусти ветер перемен», потом мне сказали это плохое название, переименую, я сказал другое название, и потом название сейчас называется «Конструктор жизни». Так вот, когда-то на этом тренинге мне вшел поток, если кто понимает, о чем я говорю, я писал в потоке. «Конструктор жизни». Так вот, там есть такая тема, я о любви говорю создателям. Я объясняю, что Бог нелицеприятен. То есть, Он не смотрит на лица людей. Он просто дает людям возможность быть теми, кто они есть или могут быть. И любовь, она касается абсолютно всех. Абсолютно всех. Солнечный свет, любовь Солнца нашего, Ра, касается абсолютно всех. Не важно, кто человек. Не важно вообще. Как в Даме, все одинаковые. Так мы точно так же действуем здесь. Мы с Андреем сегодня создаем божественный порядок во всех наших делах. И одна из задач не выделять людей по возрасту, национальности, по росту, по половым признакам и по тому, как внешне выглядит человек. Потому что все люди, которые начинали со мной взаимодействовать, как минимум, у них менялась внешность. Можете зайти на мой сайт, даже посмотрели мастерскую коучинга, там по две фотографии. Мы не всех приводили, в пример, но просто пару фотографий, как меняются люди за три месяца. Я знаю, о чем я говорю. 90 дней меняя сознание любого человека. Потом мы с Андреем подключаем очень серьезный тренинг «Игра в жизнь». Очень мощный, серьезный, продвигающий тренинг для лидеров, опять-таки, это будет. И лидером является тот человек, который начнет, дерзнет, осмелится, посмеет профессионально заниматься нашим бизнесом. Понимаете? Мы не будем отбирать по каким-то специальным признакам. Вы сами будете делать выборы, шагать на ступеньку. Потом на следующую, на следующую. Не сегодня один потенциальный претендент на представительство, не мне, а Селине написал фразы, которые меня просто удивили. Это говорит мне о том, что человек не готов быть лидером, потому что он боится принимать решения, он не хочет брать на себя ответственность, и он действует нерешительно. Третьих пунктов для начала достаточно, они определяют, кем вы будете дальше. А насчет предпринимательства и расширения бизнеса для представителей. Те, кто решатся, осмелятся быть представителями, у нас есть два варианта для вас, как это сделать. Так вот, вы получаете уникальную возможность, это как франчайзинг, вы получаете бизнес, который мы с Андреем будем помогать вам развивать. бизнес. Теперь, пожалуйста, поделитесь своими ощущениями, что после того, что я сейчас вам дал, как вы себя ощущаете в сердце, в вашем теле, в вашей голове. Ваши ощущения, пожалуйста. И я передам слово Андрею Федоровичу Ховратову. Пожалуйста. Пока вы пишете, напомню, что иногда я пришел когда в компанию, доходило до того, что говорили, а кто такой Андрей Ховратов? Так я вам объясняю. Андрей Ховратов это основатель компании Skyway Miss Group и вообще создатель всего холдинга. Трансфер по Евразии и Skyway Miss Group компания. Это человек, который отвечает за свои слова и понимает, что он делает. Это человек, который берет на себя всегда ответственность. Словно душа стала шире, сердце выскакивает, голова кипит. Супер. Супер уверенность, позитив на подъеме, огромное желание действовать, изменить мир. Мудрость заряжает. Нога затекла. Здорово, Мария. Смените позу. Я ощущаю себя на вершине. Вот, ребята, кто ощущает себя на вершине, запомните. Прежде чем, о чем я вам и говорил, что вам нужно, и кто хочет стать профессионалом, нужно полностью уйти в Skyway Miss Group. За февраль у вас будет подъем. Так вот, смотрите, вам сейчас, сегодня нужно спуститься с холмика, на котором вы стоите, чтобы подняться на вершину, которую вы хотите достичь. Вершина у каждого своя. Потом вершину тоже можно сменить. Нужно спуститься с холмика в долину, нулевую отметку, чтобы подняться вверх. Но так как у вас есть как минимум несколько проводников, Андрей Хавратов, Виктор Собор, Ольга Шантина, Сирена Собор и вся наша команда, вы увидите, как это просто сделать. еще раз повторю, медитации проходят только несколько человек из Совета Директоров. Те люди, которые целиком принимают то, что я им даю, чем я делюсь. А я являюсь человеком, который делится от Создателя. Когда вы поймете, что вы станете проводниками для других, проводниками из-за процветания любви, здоровья и счастья, вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь. Именно об этом мы будем в том числе говорить на наших тренингах. Ваши еще ощущения. Подъем, рука на пульсе, вдохновение, дрожь в теле, круто, мурашки по коже, прекрасно, уверенность, волнение, драйв, супер. Здорово, уверенность выросла в разы, готов на марафонскую дистанцию. Эммунациональный подъем на позитиве. Поджилки трясутся перед пирожком с парашютом. Да, это очень хорошее Елена состояние, когда, это называется даже пристартовый мандраж, знакомое чувство, Позитивный оптимизм, сердце выскакит, голова кипит, супер подъем. Слово, что она стала шире. Хочу действовать, отлично, супер уверенность. Так, теперь давайте сделаем следующее. Давайте осознанно, не закрывая глаза, вдохнем в себя это состояние, учимся осознанности, да, вдохнем в себя состояние, что распирает в сердце свое. Вдохнем. А теперь выдохнем в свои клеточки. Сослом Ха. Теперь еще раз вдохнем в сердце свое, в сердце, осознанно в сердце. И выдохнем во внешний мир, чтобы весь мир увидел вас, ваше чистое намерение. И теперь еще раз вдохнем и мысленно в землю заземлимся. Развернутое будущее. Дорогу заземляйтесь. Единство души и разума. Отлично. И пусть будет стыдно тем, кто сегодня не создает свои команды, потому что даже юрист, который к нам пришел, кроме того, что у него есть юридические задачи, он уже ездил на встречи со своими знакомыми рассказывать о нашем бизнесе. Я вам хочу сказать по себе знаю. Вот невозможно молчать и скрывать это от людей. Понимаете? О, кто-то правильно написал мое имя. Виктор. Ом. Ом. Намастер. Уровень состояния невесомости. Прекрасно. Это шанс на миллион. Это точно. Что для себя еще нужно осознавать вам? Ребята, вот я понимаю, строй SkyWay спасает планету, да, это все хороший лозунг. Но у меня есть другой лозунг по этому поводу. Заземлило через 9 этажей. Отлично. Пот прошит. Божественное вдохновение. Абсолютно верно. Строй SkyWay. Ребята, это неправда. Мы с вами не строим SkyWay сегодня. Наша задача с вами за короткое время эко-технопарк построить. Это самая главная наша с вами задача сегодня. Больше других задач нет. Для того, чтобы это произошло, произошла вот эта стройка, да, закончилась. Чтобы произошла сертификация, нам с вами нужно сейчас засучить и февраль, марк, апрель отработать так, как мы никогда не делали ничего в своей жизни. 90 дней прошу вас действовать так, как мы никогда не действовали. Думать, говорить и действовать как лидер. Сагина, зачем сейчас вставлять сюда представительство? Мы что, об этом просили? Ну, блин, ребята, начните быть здесь и сейчас, в моменте. Теперь представьте себе, два-три раза в неделю мы будем с вами встречаться и накачивать вас вот так. А сейчас я передаю снова Андрею Федоровичу Хавратову. Благодарю вас за встречу в четверг. Андрей? Андрей? Алло. Хорошо, дорогие друзья. Итак, продолжаем. То, что Виктор сказал, это действительно пробирает очень сильно и я вспоминаю, когда с Виктором мы занимались медитациями систематически, постоянно. Хотя я вспоминаю в момент, когда я работал в начале 2000-го года и первый раз дал медитации некоторым партнерам, ко мне подошли лидеры. Партнеры воспринимали это нормально, подошли лидеры, начали мне тут на банкете рассказывать, что я не прав, людям тут заработать нужно денег, на еду, а ты их в какой-то космос зовешь, к акции обращаться к каким-то еще кому-то, Андрей, опустись на землю и так далее, и так далее. результат же есть, посмотри, как людям это нравится, и результат есть. Поэтому эти все вещи очень сильные, и тот, кто будет работать с Виктором именно по медитативным техникам, вы увидите, как у вас будет прогресс идти просто сумасшедший. Поэтому когда узнаете, что он это делает, обязательно. Когда в мае месяце, в феврале мы начнем уже пиарить майское мероприятие, майскую конференцию, вы узнаете, для кого оно будет, какие там темы будут, что. То есть я хочу сказать, те люди, которые приедут на майское мероприятие в Москве, это будет закрытое мероприятие, оно будет не для всех, там специальная квалификация будет для этого мероприятия. Но эти люди, именно эти люди, они получат серьезный прорыв. И я не раз, скажем, делали с Виктором совместные мероприятия, я делал отдельные мероприятия, когда после таких мероприятий люди просто за 2-3 месяца такие вещи делают, которые многие за 3 года не могут сделать. Поэтому, дорогие друзья, пользуйтесь документами, что у нас в компании есть такие люди, мы так здорово идем. Но давайте прежде чем перейти к представительским возможностям, которые на 1 миллион долларов. И почему это так? Наша цель, мы сейчас поставили себе планку и цель в связи с геополитической ситуацией, в связи с тем, что огромное количество предпринимателей, многоуровневых бизнесменов, лидеров, они, конечно же, там, знаете, вот, скажу так, вот, когда общаешься с некоторыми распальцованными, крутыми сетевыми лидерами, достаточно там запросы обнять вообще, какое его финансовое состояние, какое его внутреннее состояние, какую маску сегодня носит, почему, Виктор говорит, люди меняются за 3 месяца, потому что огромное количество тех же сетевых лидеров носят маски. Маска хорошего топ-лидера, маска хорошего, прекрасного семьянина, маска хорошего партнера для компании и так далее, и так далее. Кучу масок одевает, и человек забывает, что нужно быть собой вообще-то. И наша задача сегодня, это, почему мы сейчас игра в жизнь, тренинг, начнем очень сильно пиарить, для того, чтобы найти тех людей, а сегодня их немало, скажу, их очень много, потому что около 35% в общей сложности людей, которые завязаны были в системе многоуровневого бизнеса интернет-маркетинга, интернет-предпринимательства. Далее, около 15% сегодня, скажем так, предпринимателей, которые работали в розницу с разной категорией такой вот потребителей. Огромное количество людей, которые работали в продажах на телефоне, и эти люди сегодня ищут возможности. Нам нужно ни много, ни мало, от 5 до 15% населения. Сегодня огромное количество молодежи, которая хотела бы иметь очень серьезный рост. Так вот, к чему это все говорю, дорогие друзья, Skyway и предложение, которое мы делаем, это не просто бизнес Skyway построить, как некоторые говорят, ну, там, очередной сетевой маркетинг, ничего подобного. Очередной сетевой маркетинг это компания Way, не очередной, вернее, сетевой маркетинг. Понимаем, Way, Herbalife, Sanga, Hango и так далее. Это самые настоящие компании сетевого маркетинга. Мы же высокотехнологическая компания, которая привлекает народные средства для, и делает благо людям, в первую очередь, чтобы они поддержали этот проект и получили самые-самые такие невероятные возможности, которые можно было бы получить в жизни, как я всегда говорю, раз в сто лет. Но самый главный момент еще это инвестиционные возможности. Почему я в 2011 году, в 2011 году открыл Академию частного инвестора, потому что огромное количество предложений сегодня, да и сегодня катится столько предложений, а люди не разбираются в этом. И наш тренинг создается «Игра в жизнь», это на основе того тренинга, который был в прошлом году. Но мы его сейчас адаптируем, там было намного круче, потому что не только инвестиции, вот как в Академии необходимо человек, он должен разносторонне развиваться, как я уже показывал, пять пальцев на руке, там здоровье, мизинец – это здоровье, это отношения, это эмоции, это финансы, это смысл жизни, да, предназначения. Вот тогда человек развивается очень активно, очень красиво. И вот одна из инвестиционных составляющих благодаря бизнесу Skyway, это нужно понимать, насколько инвестиционная привлекательность того, что мы делаем. Ну, я вам приведу простой пример, чтобы вы видели, когда я открыл, был в Одессе, и открыл в Одессе ОТС, это было 6-го на 7-го 2016-го года, 26-го в этот же месяц была конференция на 200 человек, инвестиции, открытие представительства составили 3,5 тысячи. Личные инвестиции до апреля, до 6-го, до 26-го мая личная составили 3,5 тысячи долларов. Привращенные инвестиции за 3 месяца после открытия цен 35 тысяч долларов. доход за 3 месяца, то есть, это чек и плюс объемы от этих объемов, ведь не мой общий чек, от этих объемов, которые были Одесса, Одесская область, и вот, скажем, Юг Украины, он составил 4,750 долларов, то есть, это 60%, в среднем 21% в месяц. Когда же я в январе месяце уже уехал, остались там ребята, которые начали бегать, там, оказывается, там еще в 15 разных компаниях, из которых одна Skyway и 13 разных пирамид и скамов, может быть, не 14, а 10, есть там несколько компаний более-менее похожих на инвестиционные проекты, но люди начали там распыляться, если бы они не распылялись, работали в одном русле, они бы получили вот такой результат, как вы увидите сейчас на следующем слайде. Ну, плюс, конечно же, кризис в Украине, обнищание украинского народа, хотя, опять же, обнищание, я считаю, то, что происходит в Украине, обнищание, это в первую очередь согласие с его существующим положением, никогда нельзя примиряться, нужно всегда прогрессировать, и прогресс это самое главное для человека, чтобы он всегда был в прогрессе своих действий, в прогрессе своих мыслей. Вот, видите, за 15 месяцев, тем не менее, то, что в Одессе, если бы там до сих пор был офис, сейчас его нету, сейчас мы ищем там кандидата именно офис в Одессе, то хочу сказать, что за 15 месяцев 105 тысяч это привлечено инвестицией, доход за 15 месяцев составил 8 650 долларов, это 115 процентов, в среднем 7,6 процентов в месяц. Это очень интересная инвестиционная привлекательность, в данном случае открытие центра, а если центр будет работать по системе, которую мы даем, то окупаемость вложенных средств в открытие центра наступает примерно через 4 максимум 9 месяцев, это полная окупаемость, понятно, да? И вот вы видите то, что мы заявляли и то, что я прописываю бизнес-планы, хорошо, что я его не дал на всех, я его сейчас буду давать эксклюзивно только на тех наших продавцов, те, которые смогут продавать и не только строить сети, а еще так называемые ребята, которые могут приехать в город любой, найти людей, которые захотят быть нашими представителями, свести с нами через онлайн, через скайп, мы пообщаемся, да? И задача его потом подготовить к открытию представительства и поработать, не просто найти человека, сказать, ой, я там нашел бизнесмена, звоните, а теперь этому не будет. Нет, он отработает, он скажет, как нужно отработать, и какие выгоды получает этот человек, помимо того, что человек в структуре, ну и так далее. Так вот, дорогие друзья, по Харькову с 10-го, 2014-го года офис открылся, в ноябре уже была конференция 250 человек, инвестиции в открытие представительства составили примерно где-то 3,5 тысячи долларов, личные инвестиции в акции Skyway, я знаю, Ирин, и были где-то 2,5 тысячи долларов, инвестиции за 15 месяцев именно по этому региону, Харьковский регион, вот если брать по регионам, разбить, но Ирина именно Харьковский офис стал на балансе компании с марта месяца, если не ошибаюсь, полностью, он как офис и Харьков, и Москва, и Рига на балансе компании, да, и вот, ну, скажем, если бы открывал предприниматель, то доход за 15 месяцев чек от объема, скажем, привлеченных инвестиций составляет чек, то есть чек получается своей собственной работы, за свою структуру, а есть объем в городе, я сейчас покажу, это составило где-то 125% в месяц, что составляет 125, 10,4% в месяц, 125% в год, вернее, а не дописал, я 10,4% в месяц, то есть достаточно, даже в Украине, несмотря на то, что там кризисная ситуация, это достаточно сильное инвестиционное предложение, если человек будет и в системе, которую мы сейчас разрабатываем, и которую сейчас будем вводить по бизнес-кламу открытия представительств компаний, то, дорогие друзья, я хочу сказать, инвестиции, которые делает человек, вот предприниматель, они настолько перспективны и выгодны, что он может получить даже до 500, 600 и 800 процентов дохода, а это ни много, ни мало, если рассматривать в инвестиционном бизнесе, это офигеть, какие большие проценты. Поэтому, дорогие друзья, что я хочу сказать, что сейчас посмотрев на вот следующий слайд, это город Трига Прибал Балтийская представительство сейчас верну, да? Слышно, видно. Так, что ж такое, блин. Это оклацает. Подвисает, да? Итак, смотрим год от Трига, мы открыли его в январе месяце, прибалтийское представительство 2020 года, пять конференций за год прошло, инвестиции в открытие составили 5,5 тысяч долларов, привлечено инвестиции именно по прибалтийским странам за 12 месяцев 693 тысячи долларов, доходность за 12 месяцев, чек плюс объем 35 тысяч долларов, что составило от привлеченных инвестиций, не привлеченных, а от затратных инвестиций, да, 636, то в среднем 53 процента в месяц. Дорогие друзья, немного, немало, шикарное инвестиционное предложение, покажите мне, где еще предложение, такие с перспективой развития. Дальше, город Москва 10.01.2015, ну, скажем, представительство было в июне, но тем не менее, это было как представительство, мы даже платили представительские вознаграждения, хотя было это уже, когда офис был на балансе компании. Так вот, инвестиции в открытие представительства составили 6500 долларов, привлечено инвестиции за 12 месяцев 631 800 долларов, подходность за год 12 месяцев, то есть и плюс объем, вот если человек бы открыл представительство, он бы заработал 42 тысячи процента в месяц, дорогие друзья, ну, ни много, ни мало, я считаю, шикарнейший процент вообще-то, поэтому, к чему я так подвожу, дорогие друзья, что сегодня открытие представительства самобирозный контроль, нам не нужно хранированное развитие, пускай у нас сначала будут два представительства, потом 5 представительств, потом 10, а потом и 100, но это будут те представительства, которые будут выдерживать именно требования, и самое интересное, что эти представительства будут полностью на своем балансе, это как франчайзинг, когда человек приобретает франчайзинг, некоторые думают, приобрел франчайзинг, уже ничего не делает, да нифига, подобного, он франчайзирует, делает, он покупает так называемую Точно так же и у нас, по типу франшизинга только нет ни франшизы, ни так называемая ежемесячная плата, либо раз. Мы заинтересованы в том, чтобы человека научить бизнесу, чтобы человек вел бизнес у себя в городе, потому что быть представленным. Сегодня, когда плюс процентов в городе людей уже привлечет, уже сразу же можно формировать, даже 2-3 процента можно формировать. Такой очень интересный проект в городе, который затронет полностью все, где нам пишут, вот человек там пишет, я хочу там возглядеть у себя адресный проект, а сколько у вас структура, а готовы ли быть, да не, мне это не интересно, вы сами там работаете, а я буду типа с властями там решать вопросы, вы же понимаете, то что нужно разговаривать и так далее. Да что там умеет разговаривать. Дорогие друзья, Арманд сегодня встречается с вами там, замминистра только по одной причине, встречает 300-500 за год, за полтора года, с обновленными простыми людьми. И поэтому, в первую очередь, если человек не может организовать представительство по привлечению инвестиций, не может организовать работу, то как он будет дальше продвигать адресный проект, ребят? То есть это бред сумасшедшего называется, да, то есть я не могу там делать, скажем, бизнес в таком вот направлении, где нужно там встретиться, с кем-то договориться, ничего там сложного нет. И этому всему мы научим, потому что это ничего сложного, пойти к любому, то уникальное предложение, которое мы даем, чиновник, друзья, любой чиновник, любой чиновник, он просто с руками-ногами вас вот так вот купит и будет поддержать. Потому что мы даем уникальное предложение для городского бюджета, где не надо еще чиновник, да в попу целовать вас будет. Просто надо правильно подходить, правильно говорить, правильно разговаривать и так далее. Поэтому, дорогие друзья, хочу сейчас сделать опрос, и чтобы вы считаете, это развитие представительств Андрей, может ты отключишь видео, потому что звук очень квакает. Андрей? Да, сейчас постараюсь. Попробуй, давай. Да, да, сейчас постараюсь. Хорошо. Раз, два, три, раз, два, три. Я запустил сейчас опрос. Хорошо, дорогие друзья, благодарю за ответ. Так вот, дорогие друзья, это предложение мы имеем возможность сегодня полностью поменять, скажем, представительство, положение представительства. Сейчас я его вышлю вам в чат, чуть позже будете изучать его, рассусоливать. И заявка на, вот если вам подходит такое положение представительства, оно будет у нас, я думаю, через два-три дня уже на сайте. Вы тогда делайте заявку, и тогда вам нужно будет пройти некоторые тест-вопросы, после прохождения тест-вопросов тогда будет собеседование уже, и тогда уже мы будем встречаться и говорить. То есть, если вы на это готовы, то есть, когда вы изучите полностью, какие требования мы предъявляем и так далее, и так далее. Поэтому, дорогие друзья, вкратце, для чего мы создаем именно такое положение. В целях эффективного развития компании Skyway Invest Group для усиления информационной поддержки инвесторов и партнеров создана поощрительная программа для представителей трех категорий. Вообще-то их четыре категории, но здесь описаны пока три категории. Итак, представительство третьей категории, директор представительства третьей категории, руководитель. Поощрение представительства третьей категории. Представительство получает вознаграждение в виде процента объема от привлеченных инвестиций в своем городе, области, регионе в размере. От 3,5 до 5 тысяч 1,5% от объема, от 5 тысяч до 10,2%, а 10 до 20 тысяч 2,5%. При объеме привлеченных инвестиций до 5 тысяч процент высчитывается с оборота всего города, свыше 5,5% со всего региона, если нет другого представителя в вашем регионе. Если есть другой представитель, то тогда это разделяется. Представительство обеспечивается подобными инструкциями организации работы в городе, как это все сделать. Компания организовывает для представителей обучение по эффективной работе. И вы почитаете по какие требования, потому что есть требования к атрибутике, есть требования к представительству, есть требования к работе представительства. И сразу хочу сказать, что представители это предприниматели, те бизнесмены, которые хотят развить свой собственный бизнес у себя в горы. Потому что многие еще не понимали, когда у нас были представители, там лишь бы процент получить, смотришь, никакая работа не будет, либо ты говоришь, вот так нужно сделать, да не, я буду делать по-своему. Дорогие друзья, я вам показал пример по Харькову и Париге, там работа идет под нашим контролем, потому что это наше представительство, полностью мы контролируем, и там работа шла в нашей логике, и вы видели, где там проценты получаются. Поэтому если человек работает в нашей логике, он очень серьезно получит не просто возврат своих инвестиционных вложений, а еще и расширение у него пойдет. Из-за расширения бизнеса он будет получать еще дополнительный стимул. Далее, если говорить о представительстве второй категории, руководитель, директор, правительство представительства, так называемый у себя директор отделения, потом директор филиала и региональный представитель. Такое поощрение от 20 тысяч до 33%, от 30 до 40, 3,5, от 40 до 50 при объеме 4%. И у представителя второй категории, у директора представителя второй категории появляется очень уникальная возможность. За активную работу по открытию представительства третьей категории директор представительства второй категории получает дополнительное вознаграждение в размере 170 долларов за каждое открытое представительство третьей категории. Приведу пример. Он, к примеру, открыл в городе Самара. Есть в Самаре районные города, города-спутники, близлежащие. Он находит предпринимателей, которым объясняет, рассказывает, каким образом это может быть. А я покажу для, скажем, квалифицированных партнеров, это у нас будет первый четверг месяца, я покажу, каким образом проводятся такие встречи с представителями. И потом для тех людей, которые захотят работать именно по такой логике, но опять же, это люди должны быть, вот знаете, как я приведу пример. Я открыл представительство, я вспоминаю, когда работал в одной компании, у меня представительство наладил, у меня оно, я вспоминаю, ставил себе цель. Вот я хочу, чтобы у меня там одна тысяча долларов там был объем в день. Дошел до этого, тысяча долларов у меня в месяц было. Я говорю, я хочу теперь тысячу долларов в день зарабатывать, а это было 25% от объема. То есть, 4 тысячи должен быть объем, чтобы я заработал тысячу долларов, да, за тот момент, когда я работал в одной компании. А потом при расширении представительства, да, там, объемы я зарабатывал там на уровне 10% от объема, да, и тогда мне нужно было еще больше цели ставить. Я дошел до того, что у меня был оборот до 300 тысяч долларов в месяц в городе, да. Поэтому с нашей логикой работы мы свободно можем выйти на привлечение инвестиций, ну, можете сами вот считать, ваш город, к примеру, 1 миллион человек, ваш город, умножить на минимум 5% населения, 50 тысяч человек, и в среднем умножить на 500 долларов. Это 25 миллионов долларов можно привлечь в этом городе. Вот сами считайте, да, какие возможности получаются у человека. Так вот, к примеру, вы в городе Спутники развиваете, находите партнерок или предпринимателя, которому рассказываете, как это все сделать. Он за свои собственные деньги открывает представительство, как и свой бизнес, потому что огромное количество вот, ну, есть таких сетевых предпринимателей-дистрибьюторов, которые вообще этим никогда не занимались. А есть сетевые лидеры-дистрибьюторы, которые были держателями центра у себя в своих компаниях, ну, и так далее. А есть предприниматели, которые работают по системе типа франчайзинга, и они имеют свой предпринимательский бизнес, они вкладывают деньги в развитие. Более того, я хочу сказать, когда вот я встречаюсь с некоторыми людьми, я тренировал и обучались в академии разного рода люди, которые классический бизнес вели, представители. И для того, чтобы он получил региональное представительство, а их было несколько претендентов, они за полгода должны сказать, вот кто круче результат покажет за полгода, тому и назначат региональные представители. И он пыхтел, покупал деньги, на свои деньги товар в развитие вкладывал, ну, и так далее, и так далее. Потому что он видел перспективы развития, что ему даст региональное развитие. Точно так здесь, если человек видит возможности, а он сможет увидеть, когда мы полностью покажем бизнес-план, каким образом это все происходит, эти возможности будут достаточно широки. Так вот, в каждом областном городе примерно от 15 до 20 городов-спутников, небольших городов, да, маленькие, большие, где-то только будет представиться третья категория, где-то там 300 тысяч населения уже и второй категории может быть, да. Более того, в одном городе, где 300-500 тысяч может быть один, второй категории и несколько там, 3-4, то есть мы это разделяем. Примерно на 50 тысяч населения одно должно представительство быть, да. То есть одна из задач, это подготовка вот по Евразии к РКЦ, к расчетно-кассовому центру, чтобы мы готовились к этому, да. Потому что когда 15% населения, 20% привлечется, там нужно достаточно хорошее обслуживание. Поэтому это стимул к тому, чтобы развивать представительство. И опять же, вот поставьте плюсики сейчас, кто считает, что это нормальное явление, когда, скажем так, ты получаешь дополнительный стимул за то, что открывается представительство. Можно открыть, потому что, ну и кто минус поставьте, кто считает, что нет, это там ненормально. Итак, представительство первой категории, от 50 тысяч долларов и выше идут объемы, и он может получать 5%, и от 100 тысяч более 6%. И здесь пункт 1.1 есть, представительство третьей категории, директора представительства первой категории получает 170 долларов, а за открытие представительства второй категории, так, 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 первой категории, за каждое открытое представительство третьей категории, открытое представительство второй категории, тысячи долларов за каждое открытое представительство. То есть, естественно, человек тратит деньги, он встречается, и как только открытое представительство, оно работает в той логике, мало того, он назначается куратором, если он открывал, если вдруг открытое представительство, но он помогает этому представительству, то есть он ничего не получает, но тогда у него есть стимул получать разницу, потому что второй категории максимум получает 4%, а первой категории 6%, то есть разница объема продаж 6% в 2%. То есть, если объем привлеченных инвестиций на уровне второй категории мы смотрели до 50 тысяч долларов, то разница в 2% немного не мало, а 1000 долларов ежемесячного объема. То есть, это тоже достаточно хороший стимул. Поэтому, дорогие друзья, что я хочу сказать, сейчас я скину вам положение о представительствах, изучите, почитайте его. Те люди, которые хотели бы, и у вас нет пока сегодня таких возможностей, или нет стимула, а может быть появятся у вас стимулы, тогда не нужно писать заявку. Но тот, кто хотел бы, у того человека есть стимулы, и он увидел в сегодняшнем нашем вебинаре, какие стимулы достаточно хорошие для того, чтобы это делать, тогда пишите заявку, и тогда мы будем с вами встречаться. А тот, кто ставит себе цель, хотел бы, но пока еще чувствует, что не может, нужно подучиться, тогда в четверг к Виктору Собору и в субботу на его тренинги, которые будут в четверг для всех партнеров. А в субботу для всех и на гостей, и ваших партнеров, и вас как партнеров, и инвесторов мы сделаем рассылание, чтобы послушать, что это такое. Поэтому я высылаю вам положение о представителях первое, можете сразу перейти, сохранить у себя, все это почитать, изучить, и это будет еще в личном кабинете. И второе, высылаю заявочку, то есть тот, кто на рассылку, заявки эти тоже будут в рассылке в очередную, вот на завтра, и поэтому высылаем второе, это заявка на то, чтобы представителям и захотеть быть представителем. Итак, дорогие друзья, если говорить по новостям, переходим к новостям, и хочу сказать, что АИП спецдисконт у нас до 31.01.2016 года, и успейте, потому что такие возможности, действительно, вот я говорю, я сегодня всем, с кем, вот я почему там Виктор поговорил, я там, мне пишут, да, там достаточно такие сетевики, даже меня там такими словами обзывают, словами обзывают, теперь понятно, я помню, я говорил, вот человек что-то говорит, и я сразу уже понимаю, что у него там на душе, что у него сейчас философия и так далее, и так далее, да. Хочется, конечно, послать и сказать, сам ты такое слово там, и так далее, ну, понимаешь, что, значит, не все так хорошо, как человек там пишет, что у меня там все в шоколаде, и так далее, и так далее. Поэтому, что я хочу сказать, что воспользуйтесь этой возможностью. Второй момент, по маркетингу, пользуйтесь сейчас привлечением новых людей, чтобы с 1 числа, с 1 февраля, вот сейчас, чем больше людей вы привлечете, человеку обычно неделю, 10 дней нужно въехать в тему, чтобы начать достаточно хорошо работать, тогда февраль вы сделаете достаточно сильным месяцем для себя, очень сильным и в привлечении людей, и в, скажем, в объемах. Поэтому АИП спецдисконта 3101 воспользуйтесь, я вот, что хочу сказать, я вот многим пишу, сетевикам, с кем сетевики, лидеры такие, я пишу следующее, что, ты знаешь, у меня есть тебе шикарное, нет, что такого предложения никогда, скажем, это, оно бывает раз в жизни, раз в 100 лет вообще, но вообще раз в жизни у человека бывает, и вообще в истории человечества раз в жизни. И такого предложения не было никогда у твоих родителей, прародителей, там, прабабушек, там, и до 20-го поколения. И больше такого предложения никогда в жизни твоей не будет, никогда. Ни у детей, ни у внуков, только есть 10-18-18 месяцев. И вот если с каждым месяцем выгоды по этому предложению становятся меньше. Если выгоды декабря взять, то это выгоды, которые тысячу раз выше, чем через 17 месяцев. А если выгоды января, ну, примерно в 500 раз выше, чем через 17 месяцев. А выгоды февраля будут в два раза меньше от январьских. Поэтому, скажи, если тебе интересно, я мог бы уделить тебе время, ну, и так далее, и так далее. Поэтому здесь, дорогие друзья, что я хочу сказать, да, воспользуйтесь вот этой Айпси Батискон, донесите сейчас информацию, скажите, ребят, не теряйте шансов, потому что, ну, такие шансы, да, я пишу, тебя наверняка там каждый день достают предложениями похожими, но такого предложения, как у меня, больше никогда не будет, оно есть только сейчас. И максимум 18 месяцев. Поэтому, ну, быть нужно просто таким вот, грубо сказать, идиотом, чтобы отказаться хотя бы послушать. Либо я пишу, не хочешь со мной общаться, я тебе видео вышлю, просто посмотри на видео. Там 5-минутное видео для того, чтобы ты понял, чем мы занимаемся, что мы хотим делать. И вот, дорогие друзья, второе, это перечисление в Беларусь. Огромная просьба ко всем партнерам, огромная просьба ко всем, кто будет сейчас пересылать, вот на этой неделе уже завтра будет возможность пересылать на Белоруссию напрямую. Огромная просьба, если вы будете заходить в личный кабинет, выбирая оплату, там будет написано, что огромная просьба, перечисляйте, пожалуйста, в Беларусь. Научитесь перечислять в Беларусь и научите своих инвесторов, партнеров пересылать в Беларусь. Почему? Потому что, ну, вот пример приведу, деньги, которые еще достаточно большие деньги, это больше 10 миллионов рублей, мы должны были пересылать еще до Нового года, а там идет задержка, ну, не по нашей вине, скажем так, да, ну, не по вине компании, там есть некоторые нюансы, но задержка идет, а для строительства нужны деньги, для зарплаты этих нужны деньги. А если бы мы платили напрямую на Беларусь, мы два раза в неделю с белорусского нашей компании пересылаем в компанию. То есть в компанию бы тогда постоянно ишли бы деньги, и компания бы вообще не проседала бы компания в этом плане. А так вот иногда они там, скажем, вот нужно выходить в поле строй, а не могут, да, потому что до финансирования пока оттуда придут, пока оттуда придут. Поэтому мы открыли в Беларуси компанию, чтобы мы могли как можно быстрее финансировать компанию, потому что, ну, приведу простой пример, те платежи, которые у нас идут, всякие вот эти интернет, там, Яндекс деньги, там, Онпэй, там, другие платежи, там, Вебмани. Пока мы получим эти деньги на счет, пока мы перешлем компании, ну, проходит месяц-полтора месяца. А в Беларуси, когда деньги присылаются, они, ну, максимум туда будут идти 5 дней, и максимум в течение 5 дней мы кодем компании. Итого есть разница, месяц-полтора и всего лишь там 10 дней. Поэтому это ускоряет финансирование компании, огромная просьба. Вот когда вы будете заходить и учить своих инвесторов, что заходишь, а там есть просьба отправить в Беларуси, мы просим там 200 долларов выше, вот тогда отправляйте. Итак, начисление акций на акционерный счет, дорогие друзья, я сегодня сказал, что уже с 15-го числа работает, и для их спецдисконта будут уже вот завтра или послезавтра работать. Далее, начисление конвертации в обязательности их в акции Resholding. То есть многие люди нам всегда писали, а вот я хочу акции компании, а не обязательства фонда. Все, сегодня это есть, каждый месяц вы можете ставить галочку конвертации, и с первого по, ну, сейчас не с первого, а в вторая неделя, а в февраля, поедет наш юродел, финотдел, сдавать, то есть все наши инвесторы, отдавать отчеты компании, что вот какое-то количество инвесторов у нас, ну, чтобы компания-то все видела, и те люди, которые пожелали стать напрямую акционерами Resholding, то без проблем у вас есть такая возможность получить сертификат от компании, а не сертификат от нас, как одно обязательство. Хотя, по сути, ну, одно и то же, я вам хочу сказать, практически это одно и то же, и до тех пор, пока у нас не будет сертификация транспорта, ну, вы не воспользуетесь этими акциями, что у нас имея обязательства, что в компании, имея сертификат на акции. Далее, возможность получить выписку из рейса инвесторов СВИК, такая возможность тоже появилась, и почитайте очень внимательно. Дальше, в четверг, открытая встреча с партнерами технологий, как стать представителем, Виктор Собор уже говорил об этом, и в субботу открытая встреча с активистами фонда и гостями, чтобы, скажем так, что такое быть эффективным в сто раз сильнее, чем сегодня человек есть. Ну, и сейчас, я думаю, вопросы, вопросы, ответы, именно с Виктором, уделим еще 15 минут времени на вопросы ответы. Пока Виктор будет отвечать на вопросы, я отвечу этому товарищу, с которым сейчас переписываюсь. Только отправить осталось все. Свет, нам нужно обратиться в техотдел, чтобы он помог вам разобраться в вашей ситуации. Можно это сделать или нельзя? Попробуйте через центр поддержки связаться. У нас будет выездное мероприятие в мае, конец мая месяца, приблизительно 25-ое число. Ну, там несколько, там 4 дня у нас вообще будет. Юлия пишет, есть нежелание, но внутренний страх и дрожь не отпускают. Что делать? Какой первый шаг? Первый шаг не могу сделать. Первый шаг может быть любой. Любое действие, которое вы когда-либо собирались делать, но не делали. Просто начинайте делать. Независимо от того, какой это будет шаг. А вообще, я думаю, вам очень хорошо мог бы помочь мой тренер «Конструктор жизни». Обратите на него внимание. Там глубокая проработка, ее несколько раз на тренинг прорабатывают люди. Елена, у нас есть Игорь Тольный, который, какой город, во-первых, из Белоруссии. Давайте разберемся. Система не регистрирует СВИП. Не понял. Василий, система не регистрирует СВИП. Почему? Что значит система не регистрирует? Поясните ваши вопросы. Я занимаюсь интернет-маркетингом, я вам ответил, Свят. В Новосибирске уже есть представительство? Нет представительства в Новосибирске. Нет серьезного ответственного человека. Можно ли претендовать на представительство, если в нашем городе уже есть представитель? О каком городе идет Людмила Речь? Людмила 54. Как регистрируют людей, которых нет в соцсетях и не умеют пользоваться компьютером? Регистрировать нужно их, не умеют пользоваться компьютером. Значит, пусть к вам приходят, приезжают, или к знакомым приходят, у кого есть скайп и через скайп, Валентина, пишите мне на почту. Я по определенным причинам скайп всем не даю. Уж не обессудьте. Пишите мне вопросы на почту свик викторсоборсобака.gmail.com или яндекс.ком В контактах есть мой имейл. Потом мы решим. Только викторсобор не склоняется на фамилию. Андрей, а Владивосток когда приедете? Ольга, Андрей или Бая мы приезжаем в любой город тогда, когда есть определенное количество людей. Определенное количество. Форум в марте будет в Москве. Это такой технический форум. Сейчас мы о нем не будем говорить. Мы сначала все проведем переговоры, утвердим наше участие. Тогда только сообщим вам в новостях. Это преддоговоренно с нами. Нас просто приглашают поучаствовать. Как попасть на обучение к вам? Как попасть на обучение к нам? Страх тоже есть. Еще раз повторюсь. Либо конструктор жизни, либо хотя бы медитация и гармонизация. Есть такая у нас система у меня на сайте. Плюс те, кто активные партнеры, будут делать в этом месяце больше 100 юнитов объем, спокойно могут в феврале попадать на обучение. Но все равно дополнительная работа вам нужна. Проработка. Парастрах я всегда говорила. Страх от слова трах. А где мурашка? Алексей Мурашко пишет, действительно лечит страх. Тренинг, это, чтобы вы понимали, это тренинг записи. Реальный тренинг, который проходил в Лане. Там 9 занятий. Отработка идет полноценная. Каждые 3 дня надо его слушать. Одно занятие раз в 3 дня. Почему? Потому что осознание догоняет. И там нужно отработки делать, смотреть определенные фильмы, записывать какие-то мысли свои. Обычно тренинг люди слушают до 12 раз. Чтобы вы понимали. Конструктор жизни Свиксел.ео Пока что. Пока мы готовим портал. Свиксел.ео Ух ты, по-русски. Сейчас напишу. На этом сайте. Невозможно проплатить в Белоруссию. Дает ошибку в кабинете. Не идет программа дальше. Значит, Иван, нужно связаться с Центром поддержки? Помогут. Со спецдисконтом будет ли начисляться на тонный счет? Этот вопрос решается, но пока у меня для вас нет ответа, Центр поддержки или, может быть, Силия Насобор мне поможет. Представительство? Ну, читайте положение про представительство, и вы поймете. Возможно ли вариант открытия представительства за границей? Да, мы сейчас ведем переговоры с Америкой, с Чехией, Словакией, Венгрией. В каждой стране свои нюансы, поэтому мы будем стараться учитывать. Но, опять-таки, убеждать мы никого не собираемся в чем-либо. Как убеждать людей, что это все серьезно надолго? Многие обманулись и не доверяют. Лидия, вопрос, обманулись на свиге и не доверяют? Люди вообще, когда покупают хлеб, они для этого, что они покупают хлеб? Там же неизвестно, что может быть намешано сегодня. Гарантий никаких нет. В Бишкеке представительство есть. У нас есть там представитель официальный. Светлана, ты здесь вообще на связи? Светлана, если ты есть, напиши. Вот, Селена уже ответила. Кооперативные участки будут оторвать в условиях. Как правило, с проверенными людьми будем открывать кооперативные участки. Липецк. Что в Липецк? Учите задавать вопросы, ребята, пожалуйста, как убеждать людей. Убеждать людей не нужно. Я уже практически на него ответил. Не убеждайте тех, кого нужно убеждать. Ищите тех, кто готов пойти, изучить и начать с вами действовать. В Новосибирске есть на... На Красном проспекте, Елена, в Новосибирске нет представительства СВИК. Пожалуйста, не вводите людей в заблуждение. Зачем вы этим занимаетесь? Нету представительства в Новосибирске. Вы лучше меня знаете? В Новокузнецке тоже нету. В Перми тоже нету. В Вологде тоже нет. Все люди, которые пытались открывать представительства, не предпринимательский дух имеют, не лидерский. Мы закрыли эти все вопросы. И сейчас работаем в новой логике. Не в новой, а в старой, как и должно быть. Любой человек, который является предпринимателем или имеет организацию, структуру, может вполне претендовать на открытие представительства. Кстати, это еще и дополнительный доход. Полный перечень представительства даем сразу и здесь. Москва, Бишкек, Могилев, Минск. Минск и Могилев у нас сейчас проходят испытательный срок. А, Харьков еще, но, естественно, и Иркутск. Все. Людмила, обучение мы делаем... Вы меня невнимательно, видимо, слушали, или у вас не было, когда я говорил, что у нас будет 500 человек в обучении. Около 500 человек мы планируем. Из них определенное количество 100 человек. Это будет претендент на более серьезный уровень. И только из этого количества, человек 20-30, будут те, которые будут снидовать на президентский статус. Это обычная статистика, она всегда непобедима. Соответственно, если у нас будет 1000 человек на майском мероприятии, то претендентов на президентство будет намного больше. Я вам сразу могу сказать, те, кто идут на президентский уровень, они сразу шагают за миллион. В смысле, доходность превышает миллион. В долларах. Из Киргизии вы можете проплачивать на банк, на Белоруссию, через банк. Нам надо просто узнать, через как вы платите, и все. Пожалуйста, Наталья. Вот акционный счет, начисление за дисконт, за партнеров, в декабре 2015 года будет начисление только для новых людей. Это, пожалуйста, в Центр поддержки вам там ответить. Здесь вопросы по делу. Можно организовать форум, как консультант, организатор, а не представитель. Нет, нам в этом нет смысла никакого. У очень многих акционный счет еще не появился. Это говорит о том, что у вас не сделано еще объема достаточно. То есть надо просто, чтобы активным был ваш объем. Если у вас вдруг что-то не появляется, вот Селена пишет вам, вовремя подавайте заявки. А то у нас, знаете, как получается, люди в ноябре-декабре сделали объем какой-то, январь уже прошел, и они потом очухались, что у них что-то не так. Извините, мы занимаемся с вами на детском саде, у нас инвестиционный проект. Инвестиционный. И вы себе позволяете, или люди ваши, отдавать деньги, не думать, что с ними происходит. Это не серьезный подход. Деньги за это могут наказывать. Виктор, я по поводу акционерного счета. Да, пожалуйста. Значит, ситуация такая. Акционерный счет, если у вас по спецдисконт покупали, то вы не видите акции на акционерном счете. Акции появятся на акционерном счете тогда, когда кто-то купил, выполнит свои обязательства. И тогда у вас появятся все акции. То есть, к примеру, он покупает, к примеру, по 100 долларов в месяц. Сколько я там, не помню, уже акций. Ну, к примеру, там 100 тысяч акций за все время. Вот когда он выполнит все обязательства свои, вот тогда вам начислятся 15%, это 15 тысяч акций. А если он покупает АИП стандартный, то тогда вам начисляется... Где все? Где все? Так. Да, Андрей, здесь... Вот, ребята, те, кто задают вопрос, там Яндекс неудобно оплачивать. Есть в Киеве кошелек, он намного выгоднее, чем Яндекс. Яндекс 5,5% берет. Сам лично на себе это испытал. Андрей, вопрос. Представительства юридически регистрируются? Мы заключаем с вами договора, насколько я могу. Я не пойму вопрос, что такое юридически регистрируются? Ну, имеется в виду, регистрируются ли как фирма? Я так понимаю вопрос. Вопрос в том, что... Ну, во-первых, представитель, он предприниматель, либо у него компания. У нас договор о том, что он является нашим информационным представителем в этом городе. И в договоре будет прописано, что ему можно делать, что нельзя делать. Ну, это договор, примерно те же пункты, которые в положении, но только более расширены. Что он наш представитель по именно информационным представителям в том, что он, как информационный представитель, справляется с работой очень хорошо. Даже если там даже еще и одного процента не населения, но работа идет, финансирование все отлично. Идет увеличение инвесторов, идет работа в городе, то есть на всех уровнях. Тогда уже можно прорабатывать и адресные работы, адресные проекты в городе. И тогда этот человек может еще заниматься параллельно адресным проектом. Теперь, еще раз напомню, что завтра будет рассылка, подавайте, или уже мы дали ссылки, подавайте заявки на представительство, и мы вам будем отвечать лично. Потому что я вам назвал города, в которых у нас есть аккредитованные представители, все остальное не является нашими представителями СВИК. Это я вам официально заявляю. Светлана Милитина, видимо, здесь присутствует, просто написано Светлана. Оплата через банк ведется в Бишкеке, и, пожалуйста, со Светланой связывайтесь. У нас есть офис, который там работает, и из команды людей. Промокод. Возможно ли открытие представительства за границей? Еще раз повторюсь, Роман, за границей мы открываем представительство, можем и в Израиле, нам нужно изучить условия, нюансы работы с юристом, и, пожалуйста, можно начинать. Но, опять же, хочу сказать следующее. Представительство, если нет, вот с чего нужно начать? Я обращаюсь ко всем, здесь я смотрел огромное количество, кто в продажах работал, на уровне продажи, обращаюсь ко всем тем, кто на уровне продажи делал 20 лет назад. Как вы начинали? Вы начинали с того, что дома, на кухне, в гостиной, вот то же самое за границей, да и не за границей, везде можно так бизнес вести дома, на кухне, в гостиной, приглашаюсь знакомым, 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 и общаюсь и говорить, что это так. То есть это самое правильное и верное развитие, если кто-то скажет, что это несерьезно, мы там в 21 веке живем, ребята, профессиональные сетевики, компании, такие как МВ, Гербалайк, почему они сегодня до сих пор живы? Да потому что они именно так проводят работу, дома, на кухне. Поэтому это один из шикарных способов стартовать, когда ты сейчас стартуешь, благодаря интернету, благодаря тому, что ты дома на кухне можешь работать со своими знакомыми, знакомыми, к знакомым, да, делать предложения такие, не хочешь на кухне без проблем через онлайн, искать, сделай тогда предложение. И ты уже можешь развивать в своей стране объемы, и если ты активно уже работаешь там регулярно, даже в своей стране проводишь там презентации на своем языке, то нужно говорить о том, что не обязательно открывать офис, но говорить о том, какие условия необходимы для того, чтобы тебе назначить уже представителя третьего, третьей категории. Вот так вот так. Я все. Беспредельное желание попользоваться всесторонним, кем-либо, либо чем-либо. Вот я же рассказывал о том, что, задавал вопрос, кто хочет профессионально развиваться, один только бизнес должен быть. Нам пишут в чате. В офисе представители могут вестись работы по бизнесу представителей, или только по свик. Давайте определимся, вы представитель свик, или вы еще кто-то. Вот если бы я пришел в офис, в котором занимаются инвестиционные программы, и продают там, например, водичку, для того, чтобы там волосы, но у меня тут выросли, то я бы развернулся и ушел. Я приведу пример вот открытия офиса в Одессе. Дорогие друзья, что произошло? До открытия еще, да еще до конференции, когда открыл офис, я вам показал 6 июля, было открыто, 26 июля была конференция. Уже где-то с 12-13 числа минимум по 4-5 клиентов приходили, а у нас была задача один менеджер должен быть, ну требовали представителей, вы почитаете. То есть это дело у нас девушка, она с утра вечера работала, приходили наши инвест, приводили своих кандидатов, она проводила с ними встречу, помогала зарегистрироваться, и таким образом делала объемы, реально делала, показывала, как оплатить, куда нужно пойти, потому что огромное количество людей в офлайне, но вообще электронные почты не имеют, и у нас была одна из задач, она имела файл, что фамилия, имя такого человека, где он живет, вот его электронная почта, и если он вдруг забыл, он к нам приходил, говорит, а можете посмотреть моя электронная почта, там пароль, все дела, пожалуйста, там. И мы делали выписку, что все, вот пожалуйста, вот пароль, все эти дела. Потому что мы были люди в офлайне. Более того, мы смотрели, приходит бабушка, я вот почему поражен был, пенсионер, кондитер, не знаю, лет 67, и у нее телефон такой, знаете, кнопочный. А когда она это все увидела, все дела, приходит уже на следующий раз, приводит свою знакомую, с планшетом приходит. А говорит, а можете мне показать, рассказать, как вот еще о планшете, чтобы я показывал. Мы говорим, а где взяли? Ну, купила, решила, вот тут же надо показывать, это к подругам прихожу, через планшет показывают на сайте, как это все выглядит и так далее. Так вот, когда конференция прошла, у нас с утра до вечера клиенты стояли в очереди, чтобы помочь им зарегистрировать, их клиентам помочь зарегистрироваться, и чтобы помочь оплатить, как это сделать. Поэтому, ну, благо того, у меня, скажем, чек большой, и люди приносили наличку, я им сразу своего бонусного счета им перекидывал, они сразу делали покупку, и таким образом я обналичивал чек. Поэтому вот эти все вещи, они достаточно сильные, и когда открывался офис, особенно вот почему мы настаиваем работать по системе, потому что открыть офис в тупую, ну, открыть офис и ждать с моря повода, ну, денег не будет, должна быть система, когда ты открываешь офис под что-то, а система начинается с ведения встреч, в оффлайне, в онлайне, регулярные презентации два раза в неделю в вашем городе, и вот тогда начинается рост. То есть тогда начинается и движение большое, и деньги вы начинаете зарабатывать. А я знаю людей там, ну, что толку там ждут, что кто-то к ним придет, а надо работать для того, чтобы пришли. Надо заразить вот этих вот консультантов, которые стали, пришли как инвесторы, а потом, я говорю, вот каждый у нас два раза в неделю проходила школа по бизнесу, школа по инвестициям, да, и люди вводили людей, то есть в оффлайне, то есть, а я задаю вопрос одному человеку, а что ты в онлайне хочешь? Он говорит, я не люблю онлайн, мне лучше вот так вот прийти, послушать, посмотреть в глаза, позадавать вопросы. И таких людей, дорогие друзья, чтобы вы понимали, 40 центов из всех, из всей численности населения. Это наши клиенты и ваши могут быть. Ну что, все, я думаю, на сегодня, да? Вопросов таких уже сильных нету. Ну вот, очень крутой вопрос, просто вопрос, как говорится, на приз зрительской симпатии. Почему в Питере нет представительств? Это к вам вопрос, питерцы. Почему у вас нет представительств? Не к нам. Нет, у нас было представительство. Ребята, я еще раз хочу сказать, чтобы вы понимали. Год назад, когда мы открыли фонд, у нас отвечал один человек за развитие партнерской сети. Я вот положение, которое сейчас вы почитаете, один в один, это положение, которое я ему давал. Начали тогда работать с представителями. И в Питере были представители. Андрей у меня в первом уровне моем. Но, скажем так, когда мы начали требовать, они говорили, ну, а что вы от нас требуете? Мы там хотим с вами, работаем. Хотим с вами, не работаем. Ну вот комнату, видите, вот у меня там три комнаты, одну комнату для Skyway. То есть, какой смысл? Мы за то, чтобы, если представительство открывается, то оно полностью Skyway Invest Group. А у него там, там, Брайн Инвест, или Трэй, да, Брайн Инвест, кажется. Там у него несколько проектов разных. Несколько разных проектов. И человек приходит, у него там один проект, второй, третий. Конечно, пока, когда я ездил два раза в Питер, да, там нормально развитие шло, там все остальное. Но потом, скажем так, мы даже, когда не вышли на хорошие объемы, даже им оплачивали представительство, потому что объемы дали достаточно хорошие. И мы полностью там затраты по офису делали, и так далее, и так далее. Но при этом, когда затраты по офису мы начали им оплачивать, а объемы почему-то не растут и падают. а ребята, в чем прикол вообще-то? Мы говорили, что мы будем оплачивать, если объемы будут расти. Поэтому мы начали применять, скажем так, жесткие меры к тому, что мы не будем оплачивать. Нам сказали, если вы не будете оплачивать, значит, в нашем офисе больше, вейнбезгрупп не будет. Ну, все, не будет, значит, не будет. Какие проблемы? Поэтому, почему так произошло? Тот человек, который был представителем, он не выдержал тех норм, и, вот знаете, как я говорю, там, где внимание, там энергия. И когда человек, вот мне рассказывают, Андрей, ты же сам учишь диверсификации рисков и так далее, и так далее. Да, когда вы занимаетесь инвестированием, инвестициям, да, согласен, диверсификация имеет огромное значение. Но что такое диверсификация? Когда ты инвестируешь в разные финансовые, инвестиционные инструменты, и что вообще такое активы? Когда ты иногда приходишь и смотришь за своими инвестициями, которые ты сделал, да, вот это актив, то есть, когда он работает без твоего участия. То есть, ты иногда там раз в три месяца, либо раз в месяц зашел, здесь, ну, посмотрел, ага, все нормально, растем, либо не растем, и так далее. А когда человек начинает заниматься сразу там тремя-пятью проектами, везде есть партнерка, ну, он может это делать, каких-то претензий у меня нет, да, но есть понятие, там где внимание, там энергия. Если у него внимание в пяти проектах, то, соответственно, у него будет, и доходность в пяти проектах общая разделена на… Если человек в одном проекте, то у него усиливается минимум в пять раз больше. То есть, я к чему говорю? К примеру, человек зарабатывает тысячу долларов от пяти проектов, в среднем по 200 долларов с каждого проекта, потому что здесь партнерка. Он двигает одну компанию, вторую, третью, четвертую, пятую, потому что у него там что-то пять компаний каких-то инвестиционных, да, и везде есть партнерка, то есть многоуровневая партнерка. И он говорит, я вот клиенту даю такую диверсификацию как бы рисков, да, я смеялся от этого, конечно, говорил пару ласку, что этого неправильно, так, это неправильно. Вот когда ты положил деньги, да, когда ты работаешь, то, ну, это неправильно, это совсем не то. и что происходит, то есть он получает тысячу долларов, ну, например, а если бы он сфокусировался только на одном, то он бы зарабатывал пять тысяч долларов. Это и есть понятие, там, где внимание, там энергия, там есть результат. Поэтому невозможно, что бы мне кто не говорил, да, но Генри Фор, он мог бы сказать, а я буду сейчас вот тут автомобили делать, а потом вот там вот я, может быть, еще самолетами займусь, а вот там вот, может быть, я еще кресло, мебель начну делать, да, да фигня это все, не было бы в Африке Нри Фор. Точно так же со Стивенцовым, со Стивенцовым взять, точно так же за других людей. Поэтому, когда человек видит перспективы и видит, вот мне задают вопрос, Андрей, почему я, говоря о диверсификации, да, и сейчас, ну, Академию там иногда там появляюсь, а в основном двигаюсь с КВН ГСБ. Дорогие друзья, те выгоды, которые существуют с КВН ГСБ как инвестиционные, бизнес-выгоды, предпринимательские выгоды, вот мы сейчас говорим об инвестиционных выгодах, то есть бизнес на рынке инвестиционного бизнеса, да, то есть ты можешь стать бизнесменом в инвестиционном рынке, где тебе слава и почет будет, где предприниматели, предприятия города в очередь выстроятся при правильной работе, чтобы с тобой дружить, потому что ты всем, вот что происходит сейчас? Сегодня практически многие предприятия, они валят, потому что нету ноу-хау, нет новых технологий даже в городе, не только в стране, а в городе, которая бы подняла бы город. А мы начинаем создавать новую технологию в городе, где начинаем зацеплять огромное количество предприятий, огромное количество услуг, рынок недвижимости, финансовый рынок, рынок страховых услуг и так далее, и так далее. Почему недвижимость? Да потому что Там, где будут станции, будет недвижимость. Значит, рынок недвижимости будет расти. А страховые нужны, там нужны страховой бизнес. Банковский сектор будет расти, будет расти. А рынок продуктов питания будет расти, да, будет. Потому что там, где будет линейный город, там будут магазины нужны, нужны. Рынок фармацевтических услуг будет расти, эти будут поликлиники будут. Понимаете, да? То есть человек в городе, он не просто там в инвестиционном бизнесе находится. Он, так называемый, знаете, вот ангел, шедший с небес, который всем возможности начнет раздавать в своем городе. Крупному бизнесу, мелкому бизнесу, чиновникам, всем подряд. Вот это нужно понимать, какую великую вещь мы делаем. И размениваться на какие-то там, как мне предложение сделали там недавно, что вау, там на фондовом рынке Америки революционное предложение. Говорит, знаешь, меня революционное предложение уже задавали. Эволюция – это всегда раздор и хаос. Я за эволюцию, мы строим новую эволюцию мира, да, новую экономическую эволюцию мира. И поэтому, дорогие друзья, нужно понимать видение, вот мы вам сейчас видео скинем еще Энтони Робинсона, послание там на Новый год. Послушайте, он одну очень уникальную вещь говорит. Нужно обладать четким видением для того, чтобы тебя возбуждала реализация цели, к которым ты стремишься. И поэтому мы не просто тут занимаемся там, грубо говоря, деньги зарабатываем, какую-то сеть дистрибьюторскую устроил. Да мы делаем настолько сильнейшее дело, которое экономическую экономику любой страны, любого города подымет на… Просто невозможно сравнить на какие высоты. Еще ни одна экономика так не подымала. Это не сравнится ни с интернетом, ни сравнится с вот этими девайсами, там, Apple, Samsung и все-все все равно. Это не сравнится. Вы себе даже не представляете, какие пласты новых, как вот правильно сказать, вот смотрите, был живой транспорт однажды. И вот даже никто не думал, что он когда-то отпадет. Он же там тысячу лет живой транспорт был, да, на лошадях ездили, на колесницах ездили, на каретах ездили, да. И представляете, появился железнодорожный автотранспорт, и бежевой транспорт ушел. Вот точно так сегодня, когда наши дороги построятся, линейные города будут строиться, появятся абсолютно новые профессии. Вот приведу вам пример новой профессии, да, когда все будут использовать холодильник нового типа с сибирским холодом. Значит, появится новая профессия монтера, который будет приходить и вставлять к вам в холодильник вот этот полкуба льда. Это абсолютно новая профессия будет. Новая профессия появится сельскохозяйственного направления, фермера, либо фермера нового типа, которые будут приходить к вам на крышу, высаживать зеленую зону, высаживать салаты, высаживать лук, высаживать огурцы, включать на поли, вот как если у вас бассейн, к вам приходит обслуживание и убирает бассейн, чистит бассейн, точно так, чтобы ты утром проснулся, на грядочку к себе пришел, опа, свежего салатика отрезал, свежего огурчика отрезал. А ну только вот сейчас, абсолютно новые профессии, появятся абсолютно новые виды транспорта. Андрей, я уже заговорил, заговорил. Все, давайте. Значит, смотрите, еще раз отвечаю официально. У нас, загибайте пальцы, пожалуйста. Москва, Иркутск, Харьков, Бишкек, Минск у нас сейчас открывается, Могилев стажируется. Все. Рига. А, Рига, ну еще в Молдовии есть, в Молдовии есть у нас Иван. В Молдовии. Да, в Молдовии, нельзя сказать, что это представительство. И на подходе мы ведем переговоры и решаем. У нас для разных регионов будут некоторые корректировки. Например, для Беларуси мы, для районов, мы все равно будем учитывать какие-то моменты условные, но в целом стратегия будет единая. В Ереване нету. Ко мне подходил министр евразийского сообщества от Еревана. Интересный человек. Он очень заинтересовался нашим проектом, но в Ереване у нас предстоительства нет. Так. Ребята, мы не запрещаем. Андрей, можно я? Можно я? Ребята, вы неправильно понимаете. Мы не платим за приглашенных агентов. Мы платим за воспитанных лидеров. Если вы будете использовать нашу систему прошлой субботы, которую я давал, четверга, которую давал Андрей, и субботы, вот только что, которые были, у вас будет выстраиваться команда лидеров. Мы вас стимулируем своими, заметьте, деньгами, которые мы просто выделяем из своего кошелька, только для того, чтобы поднять ваш объем общий, чтобы вы привели к себе лидеров. А как часто делают? Садятся местные князки, если вам люди не дают роста. Вот это недальновидность, это ограниченность сознания человека. Вот мне пишут, тоже нас тут пишут люди, что если бы раньше про свик все знали, то лучше бы вложили сюда, чем в разные направления. Ребята, завтра будут промокоды. Мы с Андреем Федоровичем приняли решение, что мы не только на три пакета будем давать промокод, а на все, да? Да, на все. Только мы там уменьшим процент, наверное, да? То есть мы будем давать и на тысячу, и на пятьсот. Да и по десятого, да и по десятого, там 10 процентов, кажется. То есть у нас пойдет такая на уменьшение. Хорошо, на этом, наверное, все, ребята. Я тебе отвечу, Виктор, по поводу, если вы привлекли нового человека, и он стал агентом, а кто такой агент, он сам на 200 и два партнера по 200, да? То за месяц мы смотрим результат, и с первого по пятое число вам идет начисление, потому что пока вручную начисление будет идти, но программисты, завтра мы заданием дадим, они нам скажут, когда они сделают это автоматически. То есть потом это будет, я так надеюсь, что где-то в середине марта это будет работать, ну, наверное, может быть, в февраль-март мы еще вручную вам будем начислять, потому что это очень легко все сделать. Мы делаем выгрузку, кто у нас это все сделал. Если вдруг мы вас птили, потому что в февраль-март мы будем вручную делать, тогда не стесняйтесь, пишите вот Виктору Собору в службу поддержки, что я тут поставил пять новых агентов, там не за каждого агента, вот вы написали, да, за пять агентов. То есть если у вас пять новых агентов стало, вы получили, сколько там было, я не помню, 500 долларов, да? 100 долларов, вот это за этот самый, за топ-менеджеров. 100 долларов, да. Вы получаете 100 долларов, то есть 500 долларов, это если у вас 25 новых агентов, ну, не за пять, а за 10 месяцев взятия. Но как только вы сделали новых агентов, вот вы привлекли новых партнеров, среди них вы нашли пять человек, которые стали агентами. Все, вы сразу же получили 100 долларов. Но не за каждого агента 100 долларов. За каждые пять агентов. Все, всего доброго, дорогие друзья. Пока-пока. Всего вам самого хорошего и хорошей недели. Хорошей недели. Вообще напишите, как вам сегодняшний вебинар, и что вы сегодняшнего вебинара для себя подчеркнули очень полезного. Благодарим всех, благ, удачи и процветания. Еще момент, еще момент, который мы забываем, Виктор. Всегда нужно в конце вебинара, я думаю, это взять в привычку. Огромная просьба, зайдите в социальную сеть. Если вот то, что вы сейчас там пишете, что вы поняли из сегодняшнего вебинара, возьмите, зайдите в социальную сеть, там отмечено наше мероприятие, напишите отзыв по нашему мероприятию. Огромная просьба, Виктор. И когда мы проводим вебинары, если люди там пишут отзывы классные, пускай сразу заходят в социальную сеть, Facebook, контакты, делать, может быть, скрин вставлять, что им там понравилось, и писать, вау, что мне там понравилось в таком отзыве. Нужен гимн СВИК. Конечно, нужен гимн СВИК. Давайте мы сделаем сейчас хотя бы миллион инвесторов, хотя бы зарегистрированных пользователей, а потом миллион инвесторов, и сразу же сделаем гимн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова